Добрый день. Добрый день. Добок уважаемые члены диссертационного совета. Сегодня мы работаем в очно-зручном формате. Скорее всего, это последнее заседание в таком формате, поскольку обещают с 1 мая все заседания только в очном формате. Все, кто должен был, зарегистрировались с помощью сервиса Microsoft Forms. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС 0200001 15 человек. Присутствует очно и заочно 13 человек. Сергей Ильич, попросите выключить микрофон. Сергей Ильич, пожалуйста, микрофон выключите, случайно выключите. А, сейчас выключите. В том числе, 7 докторов по профилю рассматривая диссертации. Таким образом, клорум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Зорина Александра Валерьевича на тему символно-численная реализация модели квантов измерений водородоподобных атомов. Диссертация представлена в настоящее искание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный консультант, доктор физико-математических наук, профессор. Профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности РУДН Серастианов Леонид Антонович. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассматриванию диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты Доктор физико-математических наук Милежик Владимир Степанович Доктор физико-математических наук Гербов Владимир Леонардович Доктор физико-математических наук Рудой Юрий Григорьевич Доктор физико-математических наук Сырулев Александр Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому-секретарю совета Анастасии Вячеславовне Гименовне. Анастасия Вячеславовна, зачитайте, пожалуйста, документы. Соискатель Зорин Александр Валерьевич, 1961 года, рождение, муфраинтонин России в 1986 году, окончится отличие от Университета Руси народов имени Патриса Ломова, специальностью физики. В 1989 году в Северситационном Совете Университета Руси народов имени Патриса Ломова защитил диссертацию на свискание ученых ступень и кандидатах физико-математических науки на тему «Матрица России нет» для локального агентативного взаимодействия в ютубийских полей. Рассуждена учение науки и предыдущие физико-математические науки. В период подготовки диссертации издал до Центра кассы перепадной информатики теории вероятности Руси народу и работы по настоящее время. Диссертация выполнена на капитале перепадной информатики теории вероятности и факультетом физико-математических и естественных науц Российского университета Руси народов, Научный консультант с возделами, доктор физико-математических наук, профессор, профессор, актуальность, актуальность, теория, реальность, материалы, личные отделы, все документы имеются в личном деле, материалы, личные отделы и документы предварительные, и соответствуют требованиям по положению в порядке посудения учёных в НИЗУДН. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Если вопросов нет, то слава предоставляется искателям для доклада. Я прошу, Александр Валерьевич, не более 40 минут. Хорошо, спасибо, коллеги. Все слышат меня? Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, вашему вниманию предоставляется диссертация на тему символно-очисленной реализации модели плантовых измерений водорожеподобных атомов. В конце прошлого века Курышкин предложил оригинальную версию квантовой механики с неотрицательной квантовой функцией распределения. Впоследствии выяснилось, что квантовая механика Курышкина совпала с операционной моделью квантовых измерений Буткевича. В свою очередь, квантовая механика Курышкина-Буткевича выяснила, что является частным в случае стандартной теории квантовых измерений. Однако до последнего времени компьютерная реализация модели квантовых измерений была реализована лишь в квантовой оптике. Поэтому разработка методов исследования модели квантовых измерений в приложении квантовым системам с одним алентом электронов, ее реализация в виде комплекса программ, верификация результатов является актуальной проблемой. Принцип статистического соответствия был разработан еще в эпоху установления квантовой механики в работах Терленского и Блохинцева. Данный принцип был впоследствии реализован Курышкиным, уточнен детализированным Курышкиным и его учениками. Квантовой функцией распределения занимались прежде всего Вигнер, который ввел в квантовую механику, Мойл, Мехта, Коэн, из отечественных ученых Стратанович, Тяпкин, ну и много-много других исследователей. А крациональная теория квантовых измерений изучала в работах Людвига, Дэвиса, Юлиса, также в работах Вигнера, Араки, Брагинского, Воронцова и других исследователей. Стандартная теория квантовых измерений, разработанная трудами Чинцова, Наймерка, Холева, Фёстрома, теоретическое исследование базируется на работах авторов Тарасова, Березина, Гельфанда, Виленкина, Славного, Печковского, Демкова, Островского и других исследователей. Целью данного исследования является развитие методов исследования в энергетических спектрах автомавалентных электронов, водородоподобных атомов и ионов, атомов-щелочных металлов в рамках модели квантовых измерений Курышкина-Уткевича и их реализации в виде комплекса программ. Задачи, которые ставились перед исследованием, сформулировать и обосновать правила сахвантования Курышкиной Вели для измеренных наблюдаемых, изучить свойства операторов Курышкиной Вели, обоснованность, реализуемость и реализовать конструктивный метод релея РИЦа для описания спектра водородоподобных атомов, установить хорошую обусловность матриц РИЦа из оператора Гомельтона водородоподобных атомов. Также ставилась задача модифицировать модель квантовых измерений Курышкина-Уткевича для атомов-щелочных металлов, реализовать на компьютере расчеты энергетических сметров спектра водородоподобных атомов, а также пакет символно-численных компьютерных вычислений на базе МАУ. Что такое представляет собой формализм квантовой механики с неотрицательной квантовой функцией распределения? Всем известно, что стандартная общепринятая квантовая механика позволяет вычистить квантовые средние значения наблюдаемых физических величин в соответствии с формулой, которая представлена на слайде под номером 1А. Вместе с тем, в ряде случаев удается ввести в теорию такую функцию, обозначенную f от psi, которая позволяет вычислять квантово-механические средние так же, как это делается в статистической механике в представленной формуле 1Б. Такая механика, которая позволяет это сделать по вполне обоснованным причинам, получила название квантовой механики с квантовой функцией распределения. Квантовые функции распределения были известны достаточно давно. Основная причина, по которой они упоминаются не как основной инструмент квантовой механики, состоит в том, что они, как правило, принимают отрицательные, либо комплексные значения. И только в последней части XX века Курышкину удалось так переформулировать условия квантовой механики, что появилась возможность ввести неотрицательную квантовую функцию распределения, и это позволяет интерпретировать ее как обычную плотность вероятности. Но это достигается за счет существенного усложнения квантовой механики. В этой квантовой механике с неотрицательной КФР операторы определены с точностью до набора, бесконечного набора квадратично интегрированных функций ФИКАТЭ. Функции должны быть нормированы. В силу квадратично интегрированной функции они допускают преобразование ФУРИЯ. И в конфигурационном пространстве можно построить производящую функцию из этих вспомогательных функций, куда входят функции как от координат, так и от импусов. Правила построения квантовой механики с неотрицательной КФР для классической функции А от переменных Q и P и T этой функции соответствует линейный оператор, явный вид действия которого на произвольную функцию квадратично интегрированную представлено формулой 5. Вы видите, что здесь есть ядро этого оператора, есть сама классическая функция, и, собственно, это и представляет собой основное правило действия оператора на пространство состояния. При этом формула 6 представляет собой связь между функцией состояния ПСИ, вспомогательными функциями ФИ и неотрицательной квантовой функцией распределения Ф. Как видите, она заведомо положительна, поскольку включает в себя квадратную модель. Примечательным вопросом в теории квантовой механики с неотрицательной функцией распределения является существование такой величины, как дисперсия. Дисперсия существенным обстоятельством является то, что дисперсия даже отдельно измеренной, а наблюдаемой отлично от нуля. В связи с этим возникает вопрос о поиске состояния с минимальной дисперсией. Уравнение для поиска состояния с минимальной дисперсией представлено соотношением 8. В этом соотношении альфа – среднее значение, D – среднее квадратичное отклонение. В частном случае, когда дисперсия равна нулю, уравнение 8 переходит в уравнение 9. Это простое обычное уравнение на собственные значения. И вообще говоря, решение этих двух уравнений между собой обещается. Если же нам удается определить собственное значение уравнения 8, то можно утверждать, что для любого состояния существует некое минимальное значение, меньше которого дисперсия опуститься не может. То есть точность определения даже отдельно взятой величины в квантовой механике с неотрицательной КФР ограничена. И известное соотношение неопределенности приобретает некое обобщение в этой квантовой механике и становится более общим. Это видно из соотношения 11. Буткиевич рассматривал нескольпийной подход. Он рассматривал пример измерения координаты импульса движущейся заряженной частицы с полночью фильтрующего электромагнитного лазерного импульса. Квантовый объект был в состоянии ПСИ1 с функцией распределения Вигнера, W от ПСИ1. Квантовый детектор в состоянии ПСИ2 с функцией распределения Вигнера, W от ПСИ2. Тогда квантовая функция распределения представляет собой сверху двух функций Вигнера, квантового объекта и квантового детектора. При замене чистых состояний на смешанное состояние квантовая функция распределения также не претерпевает значительных изменений, и ее можно записать как свертку двух функций Вигнера, построенных от смешанных состояний. Полученное распределение Буткевич назвал операциональным координатным импульсом распределения вероятности, и соответствующему правилу построения операции, выписанных в соотношении 14, с точностью до обозначения, оно совпадает с правилом, написанным Курышкиным. Впервые то явное изложение стандартной теории квантовых измерений в координатное импульсное представление рассмотрел Дориана с авторами при обосновании операционального подхода к определению квантовой фазы. Несколько слов о терминах. Теория квантовых измерений изучает взаимодействие квантового объекта с квантовым измерительным прибором, допускающим конструктивное описание в виде операциональной модели квантовых измерений. Это взаимодействует двух составных частей, прибор плюс объект, в который подсистема объект является неизолированный, а открытый. Мы будем на протяжении доклада сегодняшнего и вообще в тех документах, которые в диссертации по авторизмерате используем термин измеренный оператор наблюдаемый для обозначения оператора наблюдаемой величины квантового объекта после воздействия на объект измерительного инструмента в процессе измерения. Математически говоря, это есть проекция произведения оператора в объединенной пространстве составной системы объект плюс прибор на пространство объекта. Я не настаиваю на том, чтобы этот термин как-то был установлен, прижился, он не является общепринятым, тем не менее он облегчает проговаривание какой-то терминологии, облегчает изложение. Теория квантовых измерений Холио. Мы имеем изолированный классический объект, имеем n-мерное конфигурационное пространство, имеем 2n-мерное фазовое пространство, классическую функцию Гамильдона, n-1 интеграл движения, находящийся в инволюции, ну и класс функции А классических наблюдаемых. В случае квантового объекта мы имеем оснащенное гильдертового пространства, алгебру операторов состояний, или называемых также матрицами плотности, и алгебру квантовых наблюдаемых, полученных из классических наблюданий, наблюдаемых с помощью некоторой определенной процедуры квантования. При этом среднее значение наблюдаемых в состояниях РО определяется как след действия оператора от А на матрицу состояния РО. Между правилами квантования и квантовыми функциями распределения существует взаимно однозначное соответствие. Если у нас есть некое правило построения операторов, и КФР, которые обеспечивают построение квантовых функций распределения, то тогда между ними имеется соотношение, что определение квантовых средних с помощью действия оператора на состояние РО и с помощью квантовых функций распределения должны приводить к равенству. Для квантовых функций распределения, известных к тому времени, которые не являются неотрицательными, это было доказано в Яхтаре Хуану, для неотрицательных квантовых функций распределения было показано в Урочке соотношение 16. Примеры этих функций распределения и правил операторов, пожалуйста, КФР Вигнера, известная функция Вигнера, которая была исторически первой введена в квантовую механику, она соответствует правилам квантования Вейля, таким образом, что выполняется соотношение 17. Операциональная КФР, которая была введена Вуткевичем, квантовые объекты измерили с помощью квантового фильтра, есть свертка двух функций Вигнера, функции Вигнера объекта и функции Вигнера квантового прибора, таким образом, что можно определить квантовые средние в соответствии с соотношением 18. Было показано, что свертка любых двух КФР Вигнера является положительной определенной функцией распределения вероятности. Именно поэтому подход Курышкина и Вуткевича, хотя они исходили из совершенно разных посылок, привел к одним и тем же следствиям. То есть свертка двух функций Вигнера стала давать положительную определенную КФР. Составная система объекта плюс прибор действует в основном пространстве у нас с вами, там, где есть соответствующее состояние квантового объекта и квантового прибора. Исчисление средних производится в соответствии с соотношением 19. С другой стороны, среднее значение измеренной наблюдаемой может быть определено в соответствии с соотношением 20. Следно справедливо теорема, которая была доказана в диссертации о том, что правило квантования Курышкина и Вуткевича сопоставляет обобщенные функции линейный непрерывный оператор. Оператор, буду использовать тот термин, который был введен, измеренный оператор от величины А, он представляет собой квантование Вейля от свертки наблюдаемой с функцией Вигнера квантового прибора. Дальше хотелось бы перейти к построению явного вида операторов, потому что до этого момента они все были и выглядели достаточно абстрактными. В квантовой модели Курышкина и Вуткевича оператор измеренный задается с помощью набора ненормированных функций фиката интегральным соотношением 22. Ядро оператора 22 является 3-н-кратным интегралом от известных, заданных, если они у нас есть, функции по переменам П, Кси и Эта. С данной матрицей состояния РО2 и системой функций связаны два маргинальных распределения, которые получаются интегрированием производящей функции Фи, Пу, ДП и ДКу, соответственно, соотношения 23-24. В случае, если у нас есть система с разделенной функцией Гамильтона, там, где Гамильтониан представляет собой слагаемые, одно из которых зависит только от П, а другое зависит только от Ку, можно редуцировать 3-н-кратные интегралы в представлении интегрального ядра оператора 22 к n-кратным интегралом, тем самым сократить существенное количество интегрирования, которое предстоит сделать. Это видно из соотношений 25 и 26. Поскольку нам неизвестно заранее функции ФИКАТа, я напоминаю, что их счетное количество, их можно разложить по любому базису с неопределенными коэффициентами. Любую матрицу плотности можно представить также в виде суммы конечной либо бесконечной по одномерным проекторам заданного счетного базиса в виде в этом пространстве. При этом, естественно, должно выполняться условие нормировки. Для фиксированного, но при этом приближенного счетного базиса матрица плотности РО2 сколько угодно точно приближается по счетной системе полунорм, оснащенного относительно оператора Габельтона Гильбертового пространства к конечным отрезками суммы. Справедливо соотношение 28, обращаю внимание, что в данном случае мы переходим от бесконечного суммирования к отрезку ряда в левой части формы 28, уже к какому-то конечному числу n. Поэтому эта оценка остается справедливой. Из абсолютной сходимости ряда коэффициентов следует его квадратичная сходимость, а из квадратичной ходимости и из полученных в диссертате оценок следует также сходимость операторов по норме. Поэтому для приближенного аналитического построения оператора, измеренного оператора, наблюдаемой в рассматриваемой теории, нужно построить эти операторы для некоторого фиксированного базиса. Поэтому выбор базиса имеет серьезное и существенное значение. Переходим далее к конкретной задаче, которая использовалась в качестве такого тестового полигона в данной диссертации. Мы рассматриваем задачу на собственное значение, задачу Кеплера. Квантовый оператор у нас, обычный стандартный квантовый оператор, поверью, проквантованный гамильтониан, это просто англосиан плюс оператор потенциальной энергии. Измерение производится с квантовым фильтром, заданным соотношением 29. Ну и существенный вопрос выбора базиса. Как видите, наш гамильтониан разделился на две функции. Одна функция от Q, другая функция от Q. Остается нам удачным образом добрая базиса. В качестве базиса выбираем штормские функции, которые представляют собой произведение радиальной части штормской функции, и угловой частью штормской функции, которая является просто сферической гармоникой. Рассмотрим оператор кинетической энергии. Он, учитывая то, что можно выполнить все тривиальные интегрирования, выражается достаточно просто. В данном случае мы представляем его как сумму неких парциальных операторов, каждый из которых формируется при помощи своей собственной штормской функции. То есть эти функции занумерованы индексом G. Оператор потенциальной энергии также является функцией от одной из переменных, переменной R, и в данном случае также может быть представлен как некая сумма с произвольными коэффициентами операторов, которые сформированы от одной из штормских функций, занумерованных индексом G. Единственное, что для вычисления операторов потенциальной энергии нам необходимо воспользоваться разложением обратного модуля суммы векторов или разности векторов в соотношении 32 и 33. И тогда общее соотношение для вычисления явного вида оператора имеет вид 34. Здесь присутствует бесконечная сумма, трехкратный интеграл, сферические гармоники. Произведение сферических гармоник преобразуем по формуле, приводящей две сферические гармоники к одной с использованием коэффициентов Клепши-Гордона, квадрат модуля сферической функции, также раскладываем в линейной комбинации сферических функций. И таким образом вся наша бесконечная сумма испаряется, у нас остается конечное число ненулевых вкладов в разложение 34 за счет того, что сферические гармоники ортогональны, а мы провели интегрирование по dφ2 и dθ2. И у нас остается интегралы по dR2, каждый из которых мы разбиваем так, как это делается обычно на два интеграла, и уже интегрируем эти соотношения для того, чтобы получить явный вид. В результате, после того, как эти все интегрирования сделаны, мы получаем довольно громоздкие выражения для операторов, которые есть, но при этом, прошу обратить внимание, все они исчисляются в элементарных функциях, функциях, что позволяет нам в дальнейшем использовать символьные методы исчисления этих операторов, получить все значения в символьном виде и дойти с символьными исчислениями вплоть до матричных элементов матрицы Рицца. Вот так выглядит явный вид этих операторов после того, как мы провели интегрирование. Вращаю ваше внимание, что оператор O1, который построен с применением первой штормовской функции, представляет собой стандартный оператор, оператор умножения на оператор потенциальной энергии, и экспоненты, умноженные на некий полином. Оператор O2, который получен с применением второй штормовской функции, также представляет собой стандартную часть оператора потенциальной энергии, а далее некий член, который можно рассматривать как некую добавку, экспоненты, умноженные на некий полином. Дальше оператор O3 с применением третьей функции, четвертой функции, пятой функции. В операторах O3, O4, O5 у нас появляется с вами зависимость от тета, то есть на самом деле появляется некая анизотропия. Собственно, мы этого и добивались. Вообще на протяжении всего исследований мы рассматриваем первые пять операторов, которые получаются с использованием первых пяти функций, штормских функций. Мы делали это намеренно, хотели посмотреть, каким образом, так сказать, как сказывается анизотропия, как сказывается появление угла тета. Я уверен, что если бы мы взяли дальнейшее разложение, использовали бы там шестую, седьмую, восьмую функции и так далее, вплоть до четырнадцатой, мы бы увидели уже не дипольные члены, увидели бы кутрупольные члены, октупольные и так далее. Чуть проще ситуация с оператором генетической энергии, это стандартный лаплосиан плюс некая добавка. В итоговом виде, если мы ограничиваемся рассмотрением первых пяти штормских функций, оператор гамильтона ввиду линейности можно записать в виде суммы от единицы до пяти неких парциальных операторов генетической потенциальной энергии. Естественно, с выполнением условий нормировки. Условия нормировки играют очень важную роль в работе, потому что предельный переход, который, казалось, можно бы осуществить, предполагает, что мы могли бы использовать в качестве вспомогательных функций, сумму функций фиката, могла бы представлять собой дельта-функцию. И тогда мы могли бы перейти к стандартной теории. Однако дельта-функция педротично неинтегрирована, и выполнение условий нормировки становится принципиально невозможным. Таким образом, избавиться от... Сделать бесконечно тонкую размазку мы не можем, это не представляется возможным. Она может быть маленькой, но она обязательно должна быть, и в этом как бы обязательность соблюдения условий нормировки. Получив общее представление о том, как считается, переходим к теоретическому исследованию спектра операторов. В диссертации было получено целое ряд утверждений относительно этих измеренных операторов гаментуниана. Операторы являются ограниченными снизу, существенно самосопряженными. Операторы являются H-компактными, ограниченными на бесконечности. Штурмовские функции фиката и оператора H образуют почти автогонально относительно оператора H полную систему функций. И, наконец, спектр оператора состоит из дискретной, существенно непрерывной части. Дискретная часть принадлежит конечному отрезку, где C-константа, зависящая от состояния фильтра. И она расположена ниже непрерывной части спектра. Следовательно, для отыскания собственных значений оператора можно использовать принцип минимакса. Это нам существенно поможет тогда, когда мы перейдем от оператора к значениям населения. Оператор гамильтонно-водородоподобного авто в квантовой механике с неотрицательной КФР определен в следующем соотношении. Область определения оператора совпадает с областью определения в профессальной квантовой механике. При этом сам оператор представляет собой стандартный оператор, некая константа, зависящая от набора функций, а дальше некая добавка, которая зависит только от координаты, тоже зависящая от набора функций. Показано, что этот оператор сам был сопряженно ограничен снизу, и в связи с этими доказанными утверждениями была доказана теорема следующего содержания. Матрица РИЦа оператора со штормскими функциями оператора аж в качестве координатных функций является хорошо обусловленной для убора размерности n, где n – это число координатных функций, которые мы выбираем. Собственные значения матрицы РИЦа образуют монотонную последовательность, сходящие к собственным значениям оператора, и собственные векторы матрицы РИЦа образуют минимизирующую последовательность функционала РИЦа в отношении релея в принципе мини-макса, сходящихся к собственным векторам оператора. Для построения матрицы РИЦА мы в качестве базисных координатных функций использовали первые М-штормские функции вида, которые представлены в соотношении 39. Ввиду неортогональности используемой системы координатных функций для нахождения спектра необходимо решать обобщенную задачу на собственное значение, где М матрица РИЦА, а матрица Б скалерных произведений координатных функций. Матрица Б не диагональна, она не очень сложная, тем не менее нужно учитывать то, что в данном случае функции, которые мы используем, не диагональны. Ну и элементы матрицы РИЦА рассчитываются по понятной и известной формуле. Здесь представлен график числа обусловленности в зависимости от размерности матрицы, которую мы выбираем. Также представлена линия тренда, и пока из графика отчетливо видно, что число обусловленности не растет катастрофически с размерностью матрицы, что позволяет сделать вывод о достаточной устойчивости метода РИЦА для решения задачи на сетке при переходе к сеточному представлению. Аналитическое вычисление матрицы, да, существенным является то, что мы доходим до аналитического вычисления матрицы РИЦА. В итоге, после того, как мы посчитали матрицу РИЦА, мы получаем, мы считаем ее в символьном виде, получаем элементы матрицы РИЦА в виде функций, которые зависят от параметров Е0. В0 — это параметры размазки самих функций, самих штурмских функций. А0 — это коэффициенты, которые входят в сумму. И Z-эффективные, как некое отражение, экранирование островом из электронов центрального ядра. Вот в диссертации приведены в явном виде выражения для элементов матрицы РИЦА. Далее, вот с этого момента, мы переходим уже к численным методам, которые позволяют и могут быть использованы для нахождения спектра наилучшим образом соответствующих экспериментальным данным. Расчеты проводились с использованием матрицы РИЦА размерности 55, что соответствует пяти первым главным квантовым числам. Для оценки качества использовалась функция квадратичной невязки, штрафная функция, вот такого вида, который здесь представлен. Брались экспериментальные данные об энергетических уровнях соответствующих, и строилась вот такая функция. Функция минимизировалась по параметру, находились значения параметров, при котором значение невязки будет минимальным. Совершенно тривиальный результат, что для атома водорода с высокой точностью удалось получить первые 30 значений спектра. Оказалось, что единственным чувствительным параметром оказалось значение Е0. Для параметров БЖИТ и в случае атома водорода оптимальным значением, вне зависимости от количества спектральных значений в невязке, оказалось значение В1 равняется единица. Из коэффициентов А только А1 равняется 0, а остальные коэффициенты при оптимизации обращались в 0. Этот результат понятен. Всем хорошо известно, что атома водорода прекрасно описывается стандартной квантовой механикой. Можно получить значение спектра с высокой степенью точности. И естественно, чем нам важен этот результат? Тем, что модель не приводит ни к каким противоречиям, в совершенно понятных случаях, что позволяет говорить о том, что ее можно использовать и дальше, считать дальше, потому что в тех случаях, когда результат очевиден, мы действительно получаем совершенно очевидный результат. Результаты предварительного моделирования программы QDF, которая была построена в диссертации спектральной линии нейтрального лития, привели к локальному минимуму призначения параметров, которые приведены в таблице 1. Последняя колоночка, в последней колонке представлены значения невязки, как видите, достаточно хорошо привязываются значения, а также получившиеся собственные значения матрицы сравнивали с соответствующими собственными значениями оператора, вычислено с помощью программы, разработанной его и я. Аналогичные вычисления, которые делались для первых пяти спектральных линий и линий натрия, привели к локальному минимуму призначения в параметрах, приведенных в таблице 2. Тоже видно в последней колонке невязка, невязка достаточно низкая, маленькая. Вычисления переходных вероятностей в модели Курышкина-Буткевича при помощи пяти вспомогательных функций штурма дали в дипольном приближении совпадение с переходными вероятностью. В общей клиенте квантовой механики в диссертации переходные вероятности сведены к коллуберическим вычислениям. Расчетные переходные вероятности были реализованы с помощью программного комплекса в рамках системы МЭПЛ. Для вероятности перехода атом водорода из состояния 1.0 в состоянии 2.1 было получено значение, находящееся в хорошем согласии с экспериментальными значениями. Ну, наконец, немножечко о щелочных металлах. Конструктивная модель квантовых измерений обобщена на оптический спектр атомов с одним валентным электроном. Вывод модели основан на экспериментальных данных об энергетическом упорядочении электронов в атоме по правилу Кличковского моделунга и на обосновании в работах Кличковского, Денкова и Островского, а также в боротах Китагава, одночастичного потенциала. Это полуэмпирический потенциал. Он приводит к тому, что спектр атомов с электронами в атоме щелочных металлов слегка отклоняется от ожидаемого спектра единицы деленной на квадрате, где функция ΔL, зависящая от квантового числа L, в данном случае она сугубо эмпирическая, табличная и используется для нахождения экспериментальных значений. Но обращаю ваше внимание, что именно таким примерно и является потенциал водородоподобный атом в квантовой механике с неотрицательной квантовой функцией распределения. Поэтому в диссертации показано, что правила квантования Курышкина-Луткевича применения эквалентного электрона щелочного металла с приближенным потенциалом принимает вид правила квантования Курышкина-Луткевича для некоторого потенциала. И таким образом у измеренного оператора Гамильтона эквалентного электрона в атоме щелочного металла потенциал имеет вид представленной формулой СОЛОК-4. О программе Quantum Distribution Functions и, в примерах, ее использование, которое использовалось для расчета. Несколько блоков есть в этой программе. Первый блок состоит в том, что подготовки всех необходимых функций это вычисление коэффициентов Клепши-Бордона, сферический гармоник, их произведение сферических гармоник, нормильных сферических функций, штурмских функций, их фри-образов, дополнительных функций. Все они используются для построения оператора потенциальной энергии. Часть из них для оператора кинетической энергии. И после того, как построен оператор полной энергии, полученные, подчеркиваю, аналитические выражения используются для построения матрицы РИЦ, которая также получается в аналитическом виде. После этого генерится код и сбрасывается в файл. Также рассчитывается эта матрица, которая используется в силу неоткогональности исходного базиса. Считываемые значения оператора полной энергии используются для решения обобщенной проблемы, задачи на собственные значения. Получаемые данные спектральные сопоставляются с экспериментальными данными, строится штрафная функция, а дальше происходит уже исключительно численная процедура минимизации невязки, которая приводит к оптимальным значениям параметров. Более подробно это блок, который относится к исходным функциям. Основа здесь составляет расчет штормских функций сферических гармоник и коэффициентов Клекши-Гордона. По ним уже считаются преобразованные сферические гармоники, фурье-коэффициенты, фурье-образы, ну и так далее. Далее, полученные сферические гармоники, произведения сферических гармоник и нормированные штурмовские функции используются для расчета оператора потенциальной энергии. Помогательные функции позволяют рассчитать функции РИЦа и комплексные сопряженные функции. Все это используется для составления оператора потенциальной энергии, оператора кинетической энергии, а также оператора константы. В результате полученный оператор полной энергии записывается в файл, туда же и записывается матрица скалярных произведений координатных функций. Ну и, наконец, прочитав из файлов значение матриц, строим матрицу лица, решаем задачу на собственные значения, вычисляем спектр, проводим оптимизацию параметров путем минимизации квадратичной невязки, полученные значения спектра используются для вычисления вероятности перехода, которая и является, так сказать, окончательной целью производимых вычислений. Вот так, примерно, устроена программная часть. В тексте самой диссертации есть конкретные значения матричных элементов, есть конкретные примеры вычислений, есть конкретные примеры текстов программ. Все это присутствует в тексте диссертации. Здесь я, естественно, приводить этого не буду. Ну и результаты. Для применения к оператору гамильтона водорода, подобного атома в квантовой механике, неотрицательный КФР принципа мини-макса, было доказано его самосопряженность, ограничение снизу. Таким образом, было доказано выполнение условий теоремы Сирса. Модифицировано доказательство Катоа, Релиха и Йоргенса для доказательства отделенности дискретного и существенного спектра оператора гамильтона. Полученные оценки собственных значений оператора ОАТАЖ дискретный спектр оператора расположен ниже его неправильного спектра, благодаря этому мини-максный метод ролей, применимый к ограниченному снизу самосопряженному существенному оператору, в начале приводок к собственным значениям и только после их исчерпания к нижней границе неправильного спектра. В качестве координатных функций для построения матрицы РИЦ выбраны модифицированные штормские функции, которые образуют неоткно нормированный базис пространства для представления оператора ОАТАЖ. В результате применения мини-максного метода Релиха собственные значения лямбда в зависимости от размерности матриц сходятся к собственным значениям оператора. В диссертации впервые исследованы энергетические спектры валентных электронов в рамках модели квантовых измерений. При этом установлено, что операциональная модель квантовых измерений Курышкина и Луткеевича является частным случаем стандартной модели квантовых измерений Холио-Хеллстрема. В отличие от общего случая, она обладает конструктивными преимуществами, позволяющими использовать для практических задач математического моделирования. Измеренные наблюдаемые атомы водорода и атомы щелочных металлов моделированные оператором Гамильтона в квантовой механике описываются псевдодифференциальными операторами, обладающими следующими свойствами. Квантовые измеренные наблюдаемые получаются из классических с помощью правил квантования Курышкина и Лея. Квантовые измеренные наблюдаемые являются ограничены с низом самым сопряженным операторами. Квантовые измеренные наблюдаемые являются компактными, равными на нули и бесконечными возмущениями своих аналогов в общепринятой квантовой механике. Дискретный спектр квантовых измеренных наблюдаемых лежит ниже непрерывного спектра, как и для их аналога в общепринятой квантовой механике. Штурмовские функции атома водорода образуют почти полную, почти оптогональную систему функций для операторов Гамильтона, водорода подобного атома, моделирующих измеренные операторы Гамильтона, атома водорода и щелочных металлов. В рамках символичей реализации аналитически вычисленные операторы Гамильтона водорода подобного атома, аналитически вычислены матрицы РИЦА, реализованы численные методы решения частичной и полной в общейной задачи на собственные значения собственные векторы матрицы РИЦА, вычислены вероятности атома водорода и щелочных металлов для верификации операциональной модели квантовых измерений Курышки-Буткевича. Теория квантовых измерений изучает взаимодействие объекта с квантовым измерительным инструментом. Зависимость измеренных величин от расположения и характеристик квантовых анализаторов отмечалась многими исследованиями на протяжении нескольких десятилетий. Результаты квантовой теории измерений важны для экспериментального исследования квантово-механических объектов, верификации теоретической структуры квантовой механики. К сожалению, в настоящее время возмущение квантовым измерениям наблюдаемых величин атомных систем редко учитывается в компьютерных алгоритмах и вычислениях. Прикладные и учительные аспекты теории квантовых измерений к настоящему времени систематически разработаны для задачи квантовой оптики. Приведенные в диссертации теоретические исследования, разработанные на их основе, программный комплекс позволяет включить результаты модели квантовых измерений в экспериментальные исследования атомно-молекулярных структур. Теоретическая ценность результатов заключается в том, что получим уравнение на собственные значения собственной вектора оператора Гамильтона, уравнение на состояние с минимальной дисперсией, введение форм-фактора размазки точки в стурмских функциях, граничные условия внуления бесконечности, в том числе по углам на базисной функции процедуры разложения методов Валеркина, следствие нецентральности потенциала оператора Гамильтона, исследование спектра спектральных свойств матрицы релея Ритца, теорема спектральной сходимости матрицы релея Ритца и двусторонние оценки спектра матрицы релея Ритца для оператора Гамильтона, аналитических выполнений в пакете МЭПЛ. В ходе проведения исследований, используясь опробованные методы функционального анализа гильбертовых пространств, прямые вариационные методы, метод Ритц и метод Галеркина, символные методы компьютерной алгебры, численные методы встроенные в пакет МЭПЛ, методы исследования оснащенных гильбертовых пространств, ну, а также иные, хорошо известные, зарекомендовавшие себя методы. Операциональная модель Комишкина-Великевича реализована методом вычислительного эксперимента. На основе сформированных целевых функций восстановлено численно реализованным устойчивым алгоритмом восстановления параметров смотрового окна. По вычисленной вероятности в реализационных переходах верифицирована операционная модель квантовых изменений Ковышкина и Буткевича. Апробация результатов диссерпционных исследований осуществлялась в виде докладов на более чем 40 российских международных конференциях. Последние из них приведены здесь на слайде. Результаты исследований опубликованы в 35 работах. Здесь они все приведены. Приведены также в автореферате и в тексте диссертации. Общее количество работ 35 с учетом последнего пакета программ. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Какие будут вопросы к искать? Можно? Да, пожалуйста. Молодец Михаил Михайлович. Скажите, пожалуйста, а вот спектральные данные, из каких вас данных брали? Спектральные данные брались из... Здесь... Это указано в автореферате. Сейчас в тексте диссертации есть конкретная ссылка, откуда брали спектральные данные. По-моему, это было по книге Кондратьева, может быть, и еще другие. Понятно. Спасибо. Ещё есть вопросы. Да, да. Третьяков Николай Павлович. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы поняли, что в то время, когда эта теория разрабатывалась Курышкиным, не было речи о связи её с теорией измерений и с измерительными приборами в каком-то виде. То есть там с самого начала постулировался набор так называемых вспомогательных функций. И эти функции постулировались как совершенно абстрактные, не связанные каким-то образом ни с измерительными приборами, ни вообще с какими-либо физическими системами. И лишь потом, в частности, в ваших работах уже начался следующий этап развития этой теории, что и привело в конечном счёте к тому, что сейчас можно сказать, что эта теория в первую очередь истеряет интерес ввиду её связи с теорией квантовых измерений. Спасибо. Совершенно верно. Сам Курышкин до конца жизни искал физический принцип, который позволил бы замкнуть теорию, найти какой-то физический принцип, который позволил бы как-то доопределить теорию и вычислить, установить явный вид этих самых вспомогательных функций. Ну, это что-то было вроде каких-то свойств пространства-времени, наличия какой-то элементарной длины, которая бы неустранимым образом приводила к каким-то размазкам, дисперсиям и так далее. Тем не менее, за всё время сформулировать какой-то принцип не удалось. И, в общем, как бы теория так осталась очень красивой, интересной моделью. Все были очень рады на неё посмотреть. Значит, вот, да, всем она нравилась, но вот что-нибудь посчитать. Ну, и вот на этом всё останавливались, потому что где здесь функции никто же не знает. И поэтому, да, она являлась такой вот экзотической моделью. Уже после смерти Курышкина, насколько я понимаю, Леон Коэн обратил внимание на то, на работу Буткевича, в том, что на самом-то деле выражение, которое получил Буткевич, вообще-то говоря, с точностью до обозначения, совпадает с выражениями, которые получил Курышкин в своё время. И вот с этого момента вот эта модель стала развиваться в сторону интерпретации как какой-то реализации теории квантовых измерений. Мне при реализации этих работ очень хотелось бы, чтобы на самом деле появилась какая-то возможность провести какие-то расчёты, что-то посчитать, что-то реально сделать. И делать это нужно было уже методами математического моделирования. Все? Да. Николай Петрович, пока что. Все, удовлетворился. Есть ли ещё какие-то вопросы? Вопросов нету. Тогда у нас формальный технический перерыв на 4 минуты. Но я пока не вижу необходимости опроводить. Есть ли возражения? Нет. Возражения нет. Тогда разрешите предоставить слово научному консультанту, соискателю Сиросенову Леониду Анатольевичу. Леонид Анатольевич, микрофон, вы звук не включили. Да, включил, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Видимо, я должен начать с того, что с Зориным Александром, ныне Валеричем, тогда просто Александром, мы познакомились довольно давно, когда я работал с Курышкиным. Зорин был его дипломником, потом аспирантом. И хотя мы с Зориным работали над разными задачами в школе Курышкина, но мы были между собой знакомы. А спустя некоторое время, ну, собственно, первая наша совместная работа по этой тематике появилась, точнее, подготовка началась еще при жизни Курышкина, а опубликованная эта работа была уже после смерти Курышкина. Ну, и мы продолжали заниматься этими вещами как бы из двух мотивов, исходя. Первое – это очень красивая теория. Второе – хотелось бы завершить то, чем занимался наш руководитель. Вот из этого выросли наши совместные исследования. Зорин, во-первых, он был один из самых блестящих учеников Курышкина Василия Васильевича, а Курышкин был один из самых блестящих учеников Терлецкого. Вот такая прослеживается генеалогия. У него за плечами сотни научных статей. Его область интересов не только численные методы математической физики, но и многие аспекты информационных технологий, цифровизации различных процессов высшего учебного заведения. Полнота публикаций подтверждается, полнота публикаций материала подтверждается тем, что вот 34 работы в общедоступной периодической печати, 35 – это, собственно, выгруженный, как он называется, программный продукт. Следует отметить эрудицию, способность к творческому мышлению, умение анализировать явления, целеустремленность, работоспособность, самостоятельность постановки задач, выборе принятия обоснованных решений и прочее. Соискателем получены подавляющее большинство теоретических результатов диссертации, большая часть алгоритмических построений и значительная часть проведенных компьютерных экспериментов. Автор внес определяющий вклад в полученные в диссертации результаты, имеющие актуальность, научную новизну и практическую значимость. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 05.13.18 «Математическое моделирование численные методы и комплексы программ» и включает в себя оригинальные результаты, направленные на развитие численных и аналитических методов исследования, моделей квантовых измерений, спектральных характеристик, водородоподобных атомов. Считаю, что диссертация, диссертационная работа Зорина Александра Валерьевича «Символьно-численная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов» является завершенным, оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием. Ну, Зорин является хорошим специалистом, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук. На этом все. Спасибо. Большое спасибо, Зорин Анатонович. Есть ли вопросы к Леониду Антоновичу? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзыва, полученной консультацией от РФРА, предоставляется ученому-серкторю совета Анастасия Ильич Славовна Димовна. Анастасия Ильич Славовна, пожалуйста. В деле имеется заключение организаций для государственного, автономного, образовательного и учрежденного образования Российского института народа, принятая на кафедре главной инфраструктуры, вероятно, что культетский, мематический и естественный наук наук, я была очень неожиданная диссертация. Свержение заключения положительное. Также в совет поступил в осенью неофициального отзыва на диссертацию авторимператорисы, члены совета. Меня возражает, я сделаю краткий обзор на диссертацию, не зачитывая полностью. Можно? Да, конечно. На диссертацию поступил положительный отзыв от доктора песни и математических наук, Гусева Александра Александровича, ведущего научного сотрудника лаборатории информационных технологий, обитененного института ядерной исследования. В отзыве отражена актуальность. Диссертация «Новизна. Теоретическая практическая значимость полученных результатов». Для нас характеристика работы. Качество замечаний отмечено следующее. На странице 161 приводится оптический спектр «Новизна. Теоретическая практическая металла» и «Новизна. Теоретическая практическая металла» и «Новизна». На странице 186 упоминается Бивейкис, как актер одного из подходов к созданию автоисокосточных компьютерных кодов и улучшения коэффициентов «Крепша» Гордона и других коэффициентов на предложение в теории уголовного момента, но вместо ссылок на работы в Бивейкисе указаны на ссылки к работе в других актах, у которых никакого отношения к работам в Бивейкесе не имеет. Также еще означает, что работа содержит примеренное количество отчаток и неудачных стилевых конструкций. Также в Совет поступило 7 отзывов на периферас, все отзывы положительные. Под первый отзыв поступил от Чижова Алексея Владимировича до физико-математических наук, доцента-заместителя и директора по научной работе в лаборатории традиционной биологии, председательного института ядерных исследований. В отзыве отмечена нерезна полученных результатов, в качестве замечания отмечено то, что, говоря о квантовых измерениях водоподобных атомных систем с точки зрения предполагаемого автором подхода, было бы полезно обсудить вопрос учета спинно-электронной и его влияния на результаты измерения. Второй отзыв положительный поступил от Гнатича Михаила Михайловича, доктора физико-математических наук, заместителя директора лаборатории теоретической физики имени Боголюбова Объединенного института ядерных исследований. Отмечена актуальность работы, дана оценка новизны и результатов. И сделано следующее замечание. Следовало бы подробнее отразить в автореферате основные особенности написанного параграммного комплекса, имеющие замечания грамматического характера. Третий положительный отзыв поступил от Чоумбатара Ачбадраха, доктора физико-математической наук, заместителя директора лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований. В отзыве дана характеристика работы и сделано замечание об опечатке нас в ссылке на форму. В четвертый год поступил от Клянива Александра Витальевича, доктор физико-математической наук, профессор, профессор кафедры по логике национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В отзыве отмечены полученные диссертации, новые результаты и приводится следующее замечание. В конце автор-реферата приводит список основных результатов, которые выносятся на защиту. Просматриваем автор-реферате, такой список отсутствует. В тексте автор-реферата присутствуют пропуски слов и другие ошибки. Пятый положительный отзыв поступил от Василия Владимира Борисовича, доктор физико-математических наук, доктора заведующего кафедры, преподавания математики, компьютерного моделирования и Болгородского государственного национального исследовательского университета. В отзыве отмечена актуальность решаемых диссертаций задач и отмечены их успешные решения. В отзыве есть замечание о том, что автор-реферата не свободен отпечаток и изложение первого глав написано излишне подробно для автор-реферата и излишне кратко для изложения КМК, квантовой механики Курышкина. И также дана рекомендация развить первую главу диссертации до монографии, содержащей изложение основ квантовой механики Курышкина и методов исследования и явлений атомной и ядерной физики в рамках моделей КМК. Шестой положительный нотик поступил от Медина Александра Васильевича, доктор физико-математических наук, руководитель диссертальной ампрохимии Московского физико-технического университета. После данной характеристикой работы замечаний возле нет. И последний, седьмой положительный нотик поступил от Пелкина Евгения Ильича, доктора физико-математических наук, профессор квантовой статистики и теории поля физического факультета Московского государственного университета имени Монасова. В фонде дается описание полученных результатов и содержится следующее замечание. Главным недостатком авторитерации является современное подробное изложение стоп-плантовой механики кружки в ущерб в положении применения численных методов, используемых в диссертации. На странице 26 автор указывает, что для этих вычислений можно использовать более коротвинутый пакет МЭПов, например, линейная аукетра, и из нее нельзя понять, что использовал. что использовался ли в диссертации, пакет или какой-либо другой. Код программного обеспечения используемых в диссертации размещен на пит-паппе. Из какого-либо каких-либо комментариев и ссылок к руководству пользователя занимает 47 строк и в основном содержит привиальные для опытного пользователя информацию. Это практически исключает возможность использования этого опроса иронимым пользователям. на взгляд Евгения Евгеньевича было бы крайне желательно существенно расширить руководство пользователей и разместить там ссылки на диссертацию и недавние англитические публикации диссертантов. И также отмечается наличие печаток и ошибок в верстке системы логика. Я хочу принять для себя все ошибки и опечатки. Да, действительно, это так. Ну, что вы, да, были допущены определенные ошибки и опечатки. Все, так сказать, отозвавшиеся обратили на них внимание. Туда же относится и Дерекис, который туда же попал в число этих, так сказать, рассогласований, которые были. Что касается более важных таких существенных вопросов, конечно же, закладывая какой-то комментарий для пользователей, мы рассчитывали в первую очередь на не очень подготовленных пользователей, для тех пользователей, которые менее подготовлены оказывать в первую очередь им помощь. Считаю, что продвинутые пользователи, наверное, должны иметь возможность сами разобраться. Ну, если это действительно вот для продвинутых пользователей, исключая пользование, ну, наверное, мы какие-то поправочки, наверное, сделаем. Пожелание включить вопрос учета спина тоже, на самом деле, понятно. Как бы, да, это можно сделать, это усложнило бы изложение, немножечко затуманило, что называется, идеи, которые основные были высказаны. Такие предложения есть, я думаю, что они оправданы совершенно. Замечания о том, что излишне подробно описывается квантовая механика Курышкина, ну, наверное, слабость определенная, познакомить как можно большее количество людей с этой интересной, пусть и экзотической теорией. А вот пожелание по диссертации по вопросу о ширине линии оптических спектров, которые сводятся на самом деле к комплексным собственным значениям энергии, это на самом деле очень серьезный вопрос, очень такой важный, на мой взгляд, и на мой взгляд, он заслуживает на самом деле отдельной диссертации, потому что это действительно очень важно. К сожалению, просто так обобщить результаты не удастся, потому что те результаты, которые получены, они в существенном используют понятие самосопряженного оператора, собственное значение самосопряженного оператора действительно числа, и поэтому просто так без... того, чтобы пробежаться по всем пунктикам, убедиться в том, что будет работать метод релея, что будет работать минимакс, что значения, которые мы будем восстанавливать, не запутаются при этом, не перепутаются, то есть нужно все очень-очень аккуратно, скрупулезно посмотреть. Да и вообще говоря, сама эта тема комплексных собственных значений, да, она приводит к понятию и к работе с не самосопряженными операторами, ничего как бы катастрофического в этом нет, однако работа с не самосопряженными операторами это, ну, как бы, да, это требует определенной математической аккуратности, и мне представляется, что такая диссертация, если она когда-нибудь состоится, наверняка должна быть все-таки в первую очередь диссертация по теоретической физике. На самом деле это тот вопрос, который намечает направление дальнейших исследований, которые могут последовать за этими работами, поэтому я бы не сводил все к тому, что давайте мы ваш комплекс программы немножечко обобщим на случай комплексного значения энергии, все не так просто. Поэтому я думаю, что это правильный вопрос, это правильная, так сказать, постановка задачи, но думаю, что это просто не есть какое-то там частное, маленькое, беглое рассмотрение этого вопроса, который можно включить в виде там отдельного пункта в текст диссертации, и именно по этой причине наверняка это и его сделано. Вы закончили? Да. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по его ответу на замечания? Есть ли вопросов нет? Когда переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов? У нас четыре официальных оппонента. Один официальный оппонент, а именно Гердов Владимир Леонардович, отсутствует по положительной причине, поэтому его отзыв заслужили после отзыва всех остальных оппонентов, а сейчас его предоставляет доктору физико-математических наук на язык у Владимира Степановича. Гердов Владимирович Степанович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые, тема ученого совета, прийти, 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 прийти. Да, я должен показать паспорт, да? Нет, мы вас знаем, но... И, насколько я понимаю, я не должен засчитывать это, то есть я могу... Да, конечно, я должен засчитывать вам только основные моменты и главное в конце сказать последнюю правду вашего отзыва, последний отзыв. Ну, прежде всего, актуальность темы диссертации Александра Валерьевича Зорина, символьная системная реализация модели плантовых измерений в ажгородоподобных атомов. Владимир Степанович, у вас очень светит микрофон. Может быть, что-то можно сделать? Попробуй. Нет, все точно так же. Но, ладно, ничего поделать нельзя, продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Актуальность темы. На протяжении последних десятилетий многими исследователями отмечалась значимость экспериментально измеренных великим от расположения характеристик плантовых анализаторов в виде секторов. Однако теоретические значения, наблюдаемых, вычисленные в соответствии с постулатом Борна, от характеристик измерительных приборов и свойств измерительного комплекса не зависят. Модификация обобщения постулата Борна в рамках теории квантовых измерений снимает данное противоречие. Теория квантовых измерений имеет дело с великими энергией взаимодействия, которыми нельзя пренебрегать по сравнению с великими энергией квантового объекта. Это означает, что теория квантовых измерений описывает квантовые объекты с открытой системой в составной системой объект-прибор. Возникающие в рамках предложенной концепции операторы измеренность, наблюдаемость и распределение измеренности вне общей не обладают большей сложности по сравнению с традиционными операторами землида. Поэтому данные операторы изучены в значительной степени, чем традиционные квантовые механики. Прикладные вычислительные оспешки теории квантовых измерений состоят с умовлением систематически разработаны лист для задач квантовой оспешки. Математические модели, которые сформулируются в виде линейной комбинации линейных операторов. В связи с этим актуальным является компьютерная реализация собственно, то, чем это все стена, рекомендируемая диссертация. Компьютерная реализация модели квантовых измерений в приложении к квантовым системам с одним валентом электроном. Далее идет характеристика диссертационной работы по главам. Диссертация очень фундаментальная, в ней 9 глав. Библиография очень большая. То есть видно, что человек основательно разработал эту тему. Начинается изложение с квантовой механицы Турывкина. Показано, что квантовая механица Турывкина эквивалентна или точности совпадает с квантовой функцией распределения Рустевича. Как доказан ряд теорем, эти доказательства юрисифицированы, они опубликованы в рецидированных журналах. Ну и в результате этого исследования создан комплекс программ, с помощью которых можно исследовать различные аспекты реализации модели квантовых измерений. Собственно, это законченная работа, проработаны все элементы изложения. Далее достоверность и новизна результата диссертации. Операционная модель Турывкина в Устирике реализована методом вычислительного эксперимента. Достоверность результата вычислений, по предложенным алгоритмам, подтверждается совпадением результата вычислений с тестовыми примерами и результатами других авторов. В ходе символно-численной реализации операционной модели Турывкина в Устирике диссертации аналитически вычислений оператора гометрициона в огородоподобного атома в квантовой механице с неотристательной квантовой функции распределения. Аналитически вычислений матрицы лица оператора гометрициона водородоподобного атома в базисе Турмовских функций. Ну вот этот аспект хотелось бы подчеркнуть. Турмовский базис относительно известный аппарат, но я бы хотел подчеркнуть, что это не интересный элемент рецензируемой работы. И здесь вот проделан автором существенный вклад в области применения Турмовского базиса и к расчетам конкретных задач квантовой механики. Установлено, что измеренные наблюдаемые атомы водорода, атмосферочных металлов, моделируемые оператором гометрициона. Водородоподобного атома в квантовой механице с неотристательной квантовой функцией распределения отискиваются к сербодиференциальными операторами. Квантовые измеренные наблюдаемые получаются из квалифтических наблюдаемых в помощи правил оплантования Турмовского базиса. Действительный спектр квантовых измеренных наблюдаемых в виде снизу неправильного спектра, так и для их аналогов воспринятой квантовой механики. Так что для квантовых измеренных наблюдаемых проведили этот мини-макс в виде обоснованности научных положений вывода на рекомендации формулированных диссертаций. Диссертация содержит ряда оригинальных теорем, доказательства которых были своевременно опубликованы в реперируемых журналах, что вполне подтверждает обоснованным результатом. При компьютерном моделировании используется весьма авторитетная современная система компьютерной алгебры МЭКЛ. Ценность для науки и практики результатов работы. Теоретически ценность результатов полученных в ходе консистерного моделирования заключается в том, что исследовано уравнение на собственное значение вектор оператора Галилитона. Уравнение на состояние минимальной дисперсии. Вот это тоже интересный результат для оператора Галилитона. Уравнение на состояние минимальной дисперсии. Исследовано специальное свойство матриц Релея Ритко для оператора Галилитона водородоподобного атома. Аналитических и вычисленного посетов методов. Теория квантовых измерений изучает взаимодействие талантового объекта с квантовым измерительным инструментом. Результаты квантовой теории измерений важны для экспериментального исследования квантово-механических объектов, юрификации теоретической структуры квантовой механики. Проведенная в диссертации теоретические исследования и разработанные на основе этих исследований алгоритмический программный комплекс позволяет вследствие с результаты моделей квантовых измерений для экспериментальных исследований атомно-молекулярных структур, в том числе и для развития технологий передачи квантовой информации. Сотверждение и опубликование основных результатов диссертации в научных системах. Результаты диссертационных исследований докладывались на более чем сорока российских или двенародных конференциях. Основное положение в диссертации в основном положении диссертации. Оритерат диссертации правильно и достаточно полно отражает ее содержанием. Ну и замечанием. В диссертации имеется ряд недостатков. В недостаточном диссертации, на мой взгляд, следует отнести недостаточно детальное, ну и здесь вот в предыдущих отзывах отмечалось то, что первая глава посвящена достаточно подробному изложению квантовой механики Курыскина-Мистевича, но он также отметил, что недостаточно детальное описание соответствия квантовой механики Курыскина-Мистевича операторной теории квантовой физмерии и стандартной теории квантовой физмерии. Вот это соответствие, на мой взгляд, следовало бы ответить более подробно. Второе замечание. Концертское состояние кинемальной дисперсии не получило подробного описания. Я уже говорил, что этот вопрос недостаточно проработан, но, на мой взгляд, было бы недостаточно проработан в литературе, на мой взгляд, в диссертации следовало бы отстудить. В частности, тексты диссертации не подчислила описание взаимосвязи задач на описание собственных состояния деревянных операторов наблюдаемых и задач на описание состояния минимальной дисперсии наблюдаемых. Ну и третье замечание. Оно уже отмечалось в одном из узлов на авторитера. И так, на мой взгляд, в диссертации следовало бы отстудить, хотя бы в общих чертах, возможность включения реликвидических эффектов, разработанную автором символно-ститленную реализацию модели квантовых измерений водородоподобных атомов. И современное состояние дел в этом направлении. Ну, здесь, вот или на авторитератор отвечалось, что следовало бы отстудить влияние спиновых эффектов. Но спиновые эффекты – это тоже реликвидические эффекты. Реликвидические эффекты, как известно, были плюсами в рассмотрении уже на жаре квантовой метаники. То есть, до создания квантовой метаники уже было понятно, что реликвидические эффекты дают склад. Ну, правда, они дают склад пять из нас. Но, то есть, большепринятость исследований – это существенный склад. Но вот в данной науке это, конечно же, очень сложная задача. Я понимаю, что это сложная задача, но, тем не менее, мне кажется, что вот этот вопрос следовало бы отметить диссертацию. Кроме того, изложения материала в технике диссертации, несказав херистически и логически аккуратно, в технике встречаются факторы и, в то же время, встречается досадное проведение на обоснование отдельных утверждений. Встречаются также досадные официанты. Ускаженные недостатки, однако, не снижают положительные впечатления диссертационной работы. Диссертационное исследование Зорина Александра Валерьевича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной проблемы, сисленное исследование энергетических спектров, валентных электронов, забородоподобных атомов и ионов, атомов целостных металлов в рамках модели квантовых утверждений Сурискина и Сюриса. Имеет и важное значение для развития методов математического и компьютерного исследования квантовых технологий. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям нашей искании ученой степени доктора физико-математических науч, согласно пункту 2.1, раздела 2. Положение о предпочтении ученых степени федеральным государственным и основным образовательным учреждения высшего образования Российский университет Роди народов, подтвержденного ученым советом РУДН, протокол номер ученым советом РУДН, протокол номер 12-23-19-19-го года, а ее автор Зорин Александр Валерьевич заслуживает препятствию ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18, математическое моделирование, численные методы и комплексные программы. Спасибо за внимание. Владимир Степанович, вам большое спасибо за анализ и указания на недостатки. Если позволите, начну с конца. Про релятивистские эффекты. Безусловно, это очень важный момент. Я вам признателен за то, что вы указали на эту дополнительную возможность. Уже в отзывах говорилось о том, что необходимо учесть спин. Ну, значит, спин раз, значит, релятивистские эффекты два. Ну, наверное, и найдется еще много, что нужно было бы учесть. Это правильно. Я здесь абсолютно с вами согласен. То же касается, на самом деле, и недостаточное детальное описание соответствия квантовой механики Курышкина-Луткевича, традициональной теории квантовых измерений, стандартной теории. Да, конечно же, мы достаточно подробно описали, как бы, соответствие подходов Курышкина и Луткевича, и поэтому так и называется Курышкина через тире Луткевича. Связь с операциональной теорией квантовых измерений и стандартной теорией квантовых измерений как бы видна, как бы осознанно, что это является одним неким таким частным случаем. Хотя вы, наверное, правы, что, наверное, этому следует уделять больше внимания, больше времени. Ну, видимо, очень хотелось быстрее получить численные результаты аналитические, поэтому, может быть, не хватило времени для того, чтобы это более детально проработать. Ну и, наконец, концепция состояния с минимальной дисперсией. Да, дело в следующем. Все-таки главный вопрос о концепции состояния с минимальной дисперсией все-таки сделал Курышкин. Да, там есть над чем работать, там есть чем заниматься, связь с собственными значениями наблюдаемых. Но поскольку все-таки диссертация по математике, вот, на мой взгляд, пока что вот этот вот вопрос связи на отыскание собственных состояний и отыскание состояния с минимальной дисперсией, он пока еще не дозрел до вот математического моделирования. Там есть концептуальные проблемы, там есть вопросы, которые нужно решать. Более того, я думаю, что если бы я углубился вот в этот вопрос, то, скорее всего, мне бы сделали замечание, что я пишу диссертацию по теоретической физике, а не по математическому моделированию. Может быть, поэтому вот этот вопрос и не нашел такого подробного освещения. Хотя вы абсолютно правы в том, что да, это один из краеугольных камней. Что же на самом деле нужно искать? Искать ли собственное состояние оператора или же искать состояние с минимальной дисперсией? Да, этот вопрос требует своего решения. Здесь я с вами абсолютно согласен. прогнозируется. Безаконное, да, безаконное, спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя. Леон Степанович, удовлетворен ли спасибо. доктора физико-математических наук родом юрия григорьевич пожалуйста можете с места если вам уважаемые коллеги очень приятно таскать иметь дело вот с такой работой который мы сегодня заслушали и чтобы не повторяться я хочу только выделить несколько моментов но в первый момент конечно или вопрос об актуальности но на мой взгляд вопрос об актуальности квантовых измерений для квантовых систем и был и остается одним из самых животрепещущих несмотря на то что мы приближаемся к столетию уже создание квантовой механики вот трудно тут точно фиксировать годы но во всяком случае я сначала тридцатых годов по сути дела математический аппарат формализм и это ведь описание замкнутого так сказать идеального объекта квантово-механического был по существу построен вот а вот вопросов операциональной изберительной части так сказать этого взаимодействия по сути дела открытой системы взаимодействие объекта и прибора так сказать это вопрос вот сохраняет актуальность и как раз работа савалевич она она ждет здесь делать очень большой шаг вперед и продвижение но просто чтобы пояснить почему здесь действительно видно существенно так дальнейшее развитие вот собственно вопрос здесь такой кардинально стоит в том возможно ли вообще точное измерение квантовых механик каких-то величин вот основополагающая такая парадигма первого этапа развития квантовых механик стал том что да такое измерение возможно но все это обычно когда вопрос возникает о точности измерения сразу всплывает в памяти соотношение определенности так сказать гайзенберг и так далее но считалось очень недавно времени что уж одну величину таскать какой-то если объект квантовых находится в собственном состоянии то ее можно измерить точно то есть такие измерения являются бездисперсным ну и вот так сказать с течением развития хода эволюции ну как любой науки так сказать продвижение вперед но можно отметить что пожалуй первые серьезные шаги были сделаны 50-е годы в работах вигнера и вот там группы японских сотрудников которые с ним тогда работали вот они показали что в таком довольно распространенном случае когда объект измеряем объект и прибор которым с помощью которого происходит измерение имеют объединяются их то сказать и у меня получают некоторые общие состояния ну например интегралы движения у них могут быть общими тогда бездисперсное измерение вообще в принципе невозможно в принципе невозможно уже это показано в этих работах и дальше уже от этого отталкивается но дело в том что примеры которые были рассмотрены в этих работах были в основном от спиновой системы конечномерные в общем-то с небольшим числом степени свободы а то что сделано диссертации вот Александр Валерьевич это по сути дела шаг дальнейший очень серьезный вперед на тот случай когда мы имеем дело с непрерывным распределением с фактически бесконечным числом степени свободы хотя пример может быть такой он классический в том смысле в кавычке надо поставить до слова классический просто в том смысле что конечно одним из главных объектов квантовой механики является то сказать атом простейший даже водород или там водородоподобные атомы поэтому как бы резюмирую эту часть извините я немножко так что здесь просто хотелось пояснить вот эту роль и значение так сказать и такую постоянную сохраняющуюся актуальность этой темы если так совсем образом сказать квантовая механика изолированного объекта видите такой хороший строгой обоснованной математической теории представляет собой так ну как бы сказать некоторые замкнутые такое что-то вроде озера скажем тогда а вот открытая система объект вместе с прибором это уже так сказать океан в котором каждый еще может найти наверно свои интересные таскать объекты для исследования ну вот таким образом актуальность здесь обоснован мне кажется достаточно подробно в заключении хотелось бы в заключении этого раздела хотелось бы сказать еще такой интересный но в частности аналогии между квантовой механикой и термодинамикой и в том и в другом случае это кстати отмечал еще на своем знаменитой этой красной книге математические основания квантовой механики он очень хорошо так сказать знал владел термодинамикой там целые главы есть посвящен этому что по сути дела вот вопросы о точном измерении может быть только в пределе макроскопического прибора или на терминологическом языке так сказать макроскопического окружения когда полностью устраняются флуктуации вот тогда ну так теоретически говоря можно было бы рассчитывать на бездисперсное измерение и отсутствие флуктуации в случае терминологического объекта но понятно что операциональный подход который как раз проведем диссертации по сути дела исключает нет у нас таких бесконечно мерных макроскопических приборов количество спине свободы может быть велико все-таки не бесконечно и вот этот момент здесь очень важен но если уже переходить непосредственно диссертации я позволю себе так сказать сокращенном таком варианте потому что и в предыдущем отзыве было подробно это все рассмотрено но просто по блокам значит достоверности новизна результатов диссертации утверждает совпадением результат вычислений в тестовых примерах с результатами других авторов показано что операциональный модель квантовых измерений курочкина вуткевича это частный случай широко известной модели квантовых измерений холлевых холлевых холлстрома в диссертации что относится к числу ее достоинств аналитически вычисленный оператора гамильтона водородоподобную атом квантовой механики с неотрицательной квантовой функции распределения аналогично вычисленные матрицы рица этих операторов базисе штурмовские функции кроме того диссертации верифицирован операционную операциональный модель квантовых измерений курочкина уткевич путем еще невероятности радиационных переходов в атомах водорода и щелочных металлов дальше требуется указать степень обоснованности научных положений и выводов сформулированной диссертации коротко резюмирую это содержит ряд оригинальных про теории и доказательств которые были опубликованы в реферированном журнале в большом количестве при реализации символьных численных алгоритмов использован надежный и хорошо зарекомендовавший себя алгоритмы при компьютерном моделировании используется распространенная система компьютерной алгебры на пол достоверность результат аналитики аналитика численного эксперимента подтверждает совпадением результатов вычислений с результатами других авторов ну и кроме того практически все результаты по словам обозируются на строго доказанных утвержденное утверждение хотя рима ну что касается ценности так сказать прям более я уже об этом говорил на порах к счету все-таки уточнить что значит модель квантовых измерений расширена на более широкий класс квантовых объектов включая водородоподобные атомы и регионы с одним или валентом электронов исследование уравнение на собственное значение собственных вектора оператор гамильтона исследовать спектральные свойства матрица реле рейца для оператора гамильтона водородоподобного атома и на основании новых исследовательских методов реализован программный комплекс подавляю считать аналитик численные проблемы пориентированы против этот программный комплекс предполагает дальнейшее развитие и насколько я понимаю тоже публикован доступен другим авторам ну что касается подтверждения на публикование основных результатов необходимый блок который пускай там для протокола значит все результаты докладывались более чем на 40 российских международных конференциях основные положения диссертационные исследования отражены в 34 печатных работах из которых примерно половина публикованных зданиях индексированных международных базах данных в гососкопус остальные так также в здании включены в перечень рекомендованных журналов значит программный код доступен для свободного доступа и ссылка на него представлены диссертации автор реферат полностью и правильно отражает все основные положения диссертации но я позволю себе наверно не давать обзор по главу таска все все уже об этом подробно было сказано в самом докладе я бы лишь только обратил внимание вот на мой личный взгляд очень интересный во-первых глава вторая где предложена конструктивная реализация процесса измерения где параметризация идет с помощью матрицы плотность состояния измерительного прибора и значит дальше 3 там 4 главе рассматривается структуру спектра гамильтиня на доказать аемос сопряженных операторов рассматриваются матрицы лица и так далее 6 7 главе значит эти результаты верифицируются и проверяется качество модели и рассчитываться переходные вероятности и вот для меня опять же интерес большой представим 8 глава который как раз рассматривается состояние с минимальной дисперсии и так сказать я считаю это очень важным интересным и серьезным достижением что сформулированы точные то сказать точные уравнения другой вопрос что решение их возможно после только очень определенных приближениях но возможно так сказать при совершенствовании методов исследований математических удастся более точно с ними работать и тогда вот как раз эти уравнения конечно значительно сложнее чем обычно привычные для квадратной механики уравнение на собственное значение хотя и там тоже есть с чем заниматься вот с этим как бы ну я немножко потом скажу еще об этом значит на 9 главе рассматривать программный пакет аналитических численных вычислений представлены общая схема этой программы и заключение придет полученных результатов ну вот как раз собственно с наиболее интересной главой 8 связано и вот я уже перехожу к замечаниям связано единственное у меня так сказать возникло но как искать серьезное замечание которое состоит в том что хотелось бы вот контексте всего сказанного видеть соотношение предельный переход между вот излагаемой таскать диссертации теории построена на функциях распределения квантовых и вот теми идеями которые развивались номера вигнера дальнейшем наш пор так сказать измерение или так построение точнее состоянии вот этой сложной системы объект плюс прибор вот поскольку сейчас так сказать вот эти есть некий пробел между этими двумя подходами и и очень ясно значит как связать результаты вот полученные диссертации со стандартной процедуры ну еще можно указать качестве замечания что выбор реализации программного комплекса тоже ну даст кипом вопросом поскольку этот продукт не является свободно распространяемым но в остальном какой большой серьезной работе конечно могут встречаться и встречаются некоторые опечатки некоторые повторы вот это таскать неизбежно и так просто отмечают как видеть либо абонент для порядка вот ну конечно эти указанные недостатки не снижают общего положительного впечатления диссертационной работе и поскольку протоколу это необходимо я позволю себе зачитать заключение диссертационное исследование зори на саду речи является законченной научно-коллекционной работой который содержится новое решение актуальной научной проблемы развития квантовой теории с не отрицательной функции распределения в рамках модели квантовых измерений полученные результаты достоверно основные выводы исключения обоснованы основные научные результаты диссертации достаточно полный изложен в реферированной научной печати диссертация оксана валерьевича зорина на тему сегодня численная реализация модели квантовых измерений дорого подобных атомов полностью соответствует требованиям предъявляемой диссертации на искание ученой степени доктора физико-технического согласно пункту 2 1 раздела 2 положили присуждение ученых степеней в нашем федеральном образовательном учреждении высшего образования российских учетов по народу ссылка на протокол номер 12 на 23 сентября 2019 года основной вывод что автор диссертации в самом речи зорин безусловно заслуживает присуждение ученых степени доктор физико-математических наук по специальности 05 1318 математически модерируем численные методы комплексы программ спасибо за внимание ну первое конечно же принимали на себя ответственность за все опечатки за все нарушения литературного стиля какие-то может быть совсем полные полное описание что касается программам apple то конечно же до ее нет свободном доступе однако для университетов она доступна для университетов это на самом деле обусловило выбор пакета который мы использовали ну вы знаете жизнь меняется то что было доступно вчера может оказаться недоступным завтра поэтому кто знает что в этой жизни правильно что нет будем смотреть будущее не заглядывая в прошлое а вот что касается может быть связи с ним наскими измерениями да ну вы знаете я исходил из того что конечно же все таки все таки данной работе не занимались математически модели да есть вопросы интересные вопросы относящиеся к сущности квантовой механики к нейновским измерениям к состояниям с минимальной дисперсии огромный пласт данных огромный пласт работы которые еще можно сделать где можно найти что-то очень много интересных вещей все говорят что панта механика это до 100 лет устарела нет вот есть есть вопросы которые по прежнему интересны актуальны которые развивают понятильный аппарат и это действительно может быть нужно было сделать это и найти время сделать это ну вот боюсь меня не поняли бы представители специальности 05 13 18 и сказали бы что ты собрался защищаться по теоретической физике иди в совет по теоретической физике работа была направлена в первую очередь на то чтобы методами математического моделирования в ту жизнь очень красивую интересную модель и показать что она может работать она может давать результаты она может приводить к интересным выводам может быть использована было крайне жалко и обидно что есть интересное так сказать направление но оно как-то вот остается в тени может быть это до какой-то степени оправдывает меня в ваших глазах но я согласен вашим замечанием да конечно же есть интересная тема которая могу найти какое-то продолжение спасибо слово предоставляется доктора физико-математических ну сырлёва александрова николаевич александр николаевич пожалуйста спасибо уважаемые коллеги я повторяться не буду но все таки на одном важном аспекте диссертации хотел бы остановиться что это за аспект ну в первую очередь это то что значительная часть диссертации как я посчитал примерно четыре с половиной посвященную старой фундаментальной проблемах это показывает определенную смелость соискателя александра валерьевича потому что ну как бы вам сказать это дает огромную почву для критики все зависит только от фантазии тех кто будет критиковать на самом деле конечно этой проблеме уже лет сто без малого проблеме измерения и как ее решать сказать трудно уже эти аспекты были затронуты предыдущими выступающими я хочу только сказать что конечно в самой квантовой механике этого в самой квантовой механике не содержится никакие аспекты которые теоретически могли бы этот вопрос объяснить то есть попросту говоря квантовая механика дает нам только рецепт вычисления амплитуды вероятности перехода частиц из одного состояния в другое ну и так далее и процедура это коллапс квантовой волновой функции в процессе измерения но что конкретно происходит не показывает ну здесь конечно как известно фундаментальная причина которая заключается в том что волновая функция и состояние хотя и удовлетворяет линейным надо подчеркнуть уравнением линейным уравнением но тем не менее никаким физическим полем конечно не является то есть это определенная ворота такая вот вспомогательная величина как бы к ней не относиться и как бы не трактовать получаемые значения ну вот эта значительная часть работы посвящена в частности сравнительному анализу всех подходов к понятию измерения ну и конечно теории Курышкина-Луткевича посыл в общем значительной степени практический как увязать конкретные результаты измерения которые конечно же возмущены случайным взаимодействием с прибором с правилом бурно для вычисления распределения вероятности исхода здесь есть много подходов надо сказать что последние годы теория открытия квантовых систем развивается очень бурно там и отказ от термитовости там и введение нелинейности в квантовую механику и много что еще ну вот автор выбрал по-видимому наиболее такую предсказуемую и удобную модель когда просто-напросто меняются определенные правила квантования то есть правила сопоставления классическим величинам каких-то операторов ну вот в частности для гамильтониана атомов щелочных металлов атомов щелочного ряда вводится возмущение как в кинетическую часть трехпараметрическое возмущение и потенциал то есть кулоновский потенциал просто размазывается с помощью определенного фатора который должен быть подобран кстати говоря ну практическая часть тоже очень важна конечно она посвящена классической квантовой механике и вот эта вторая часть диссертации содержит уже вполне конкретные практические результаты ну что касается вычислительной части я бы сказал так что здесь у автора такой современный подход этот подход связан с тем что в одном комплексе программы реализованы как символьные методы основанные на компьютерной алгебре так и численные методы без которых конечно при конкретных вычислениях не обойтись поэтому выбрана была система мэйпл создан пакет программ ну и пакет программ судя по результатам неплохо работает конечно надо проверить за пределами лития на более многое но может быть это будет так сказать уже в других работах последующих работах я вы знаете должен сказать что приятно отметить что все три части диссертации я бы сказал фундаментальная часть практическая часть посвященная на конкретном приложении а также вычислительная часть как и положено в диссертациях по математическому моделированию связаны между собой причем связаны между собой так вполне конкретно часто бывает так что изложена теория которая повисает в воздухе в модели она никак не используется ну и соответственно отсюда все последующие небольшие недоумения здесь мы как раз это важно на мой взгляд наблюдаем в диссертации такое триединство ну почти как в марсистской теории то есть и фундаментальная часть и практическая часть и часть посвященная собственно говоря конкретным вычислениям в пакете который автором был разработан сомнений в актуальности работы ее теоретической и практической значимости у меня нет ну в общем это более менее понятно я повторяться не буду в общем все детали моего беглого обзора вот сейчас диссертации они приведены в модели который вообще доступен но конечно замечания и заключительную часть я должен озвучить ну во-первых автореферрат диссертации правильный достаточно полный отражает ее содержание замечания по работе диссертация является вполне обоснованно важным этапом в развитии как альтернативной квантовой теории так и квантовой механики вообще но следовало бы ожидать от автора более четкого перечисления направления ее дальнейшего развития разработки и применения ну так сказать точек роста второе замечание интересным результатом по расчету квадратичных невязок в графике приведенной на странице 264-267 следовало бы посвятить более обширной анализ в частности выявленным там минимумом следовало бы дать обоснованную интерпретацию и использовать при этом сравнение с экспериментальными данными замечание 3 рассматривая вероятности квантовых переходов автор не принял во внимание две значимые работы это работа Пальчикова Виталия Геннадьевича опубликованная в физике скрипта посвященная вероятности 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 переходов в водородов по двух атомах а также в работе тому же самому той же самой теме посвященной это работа Оли Раджитрика и Карлоса Бунге она так сказать публикована в журнале физических и химических экспериментальных данных в 2004 году четвертое замечание разбиение на главы и параграфы излишне подробно но я немножко озвучу причину этого замечания 9 глав каждая из которых в среднем по 5 подразделов 9 разделов опять подразделов однако указанные недостатки не снижают ценности результатов и не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы заключение диссертационное исследование Зорина Александра Валерьевича является законченной научно-квалификационной работы в которой содержится новое решение научной проблемы развития квантовой теории с неотрицательным функцией распределения имеющей важное значение с целью применения ее для численных расчетов спектров валентных электронов и атомов щелочных металлов выдвинута обоснована и развита гипотеза о связи этой теории с современными моделями клантовых изменений работа соответствует требованиям предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук согласно пункта 2.1 раздела 2 положения в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования российский университет дружбы народов утвержденного ученым советом группы протокол номер 12 от 23 года 9 2019 года а ее автор заслужил присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05 тринадцать восемнадцать математические моделировали чистые методы комплексы программ спасибо за внимание наук 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 тонн наук 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 Что касается остальных замечаний, я вполне согласен, возможно, и надо было уделить более обширный анализ полученного расчета квадратичных миллиардов, да и, может быть, следовало и выделить действительно какие-то направления дальнейшего роста и развития. Ну, на самом деле, самозащита показала, что уже оппоненты и вопросы, которые были, уже набросали каких-то дополнительных вариантов, которые стали, вообще говоря, тоже какими-то вехами и которые нам предстоит учесть. Спасибо большое. Все, я закончил. Спасибо. Большое спасибо. Он говорит, что для официальных оппонентов это не захотел. Абсолютно. Спасибо большое за совершенствование. Спасибо. Итак, как я уже сказал, у нас по уважительной причине отсутствует официальный оппонент, доктор физико-математических наук Дербов Владимир Леонардович. Поэтому прошу отзыв официального оппонента зачитать нашего секретаря, профессионального совета, имени его Анастасия Вячеславовна. Актуальность темы исследований. В середине прошлого века был предпринят целый ряд попыток интерпретации квантовой механики к классической статистической механике со специальной функцией распределения. Дальше первое сопровождение для среднего значения наблюдаемой для классической механики и для квантовой механики. И в 1966 году Коин доказал, что эти два предложения для среднего нельзя сочетать в одной из квантовой теории. Если понять, что плотность принимает строго положительные значения, переход от механической величины к операторам происходит по правилам пландования квантовой. В начале 70-х годов Коин доказал, как изменить правила квантования квантовой механики, которая среднего можно рассчитать по обеим портам, по обеим портам, а функция распределения принимает положительные значения. Кроме того, если в стандартной версии квантовой механики динамические переменные афрофии в классе, высоко функционирование с самоскорежонными операторами, здесь уже происходит использование все таки функционирование. И вообще говоря, они самоскореженные операторы. И это воскрешка равна А плюс воскрешке, где воскрешный добавка к стандартным правилам пантования является компактным оператором в смысле илоперегинсом. Поэтому нижняя граница существенных сушных опекторов операторов воскрешка ТИА, как и точки дискретного спектра этих операторов, могут совпадать на структуру спектра с возбранениями. С точки дискретного спектра лежат нижние дыры. Своим рождением пантовая механика, отвязанность в этом спектре атомов, по описанию спектральных линий водорода, стала еще первым успехом, собственно говоря, основной работой Шрёдингера увидела свет в 1927 году после того, как Вейнг нашел точку спектра управления Шрёдингера для атомов водорода и убедился в том, что они соответствуют наблюдаемому спектральным линиям. Естественно, используют водородов и доброводоподобные модели атомов в человеческих путах, как тестовые объекты и для альтернативы формировок пантовой механики. Поскольку крышка и H отличаются на компактный оператор, существенные спектры на дороге, подобные пантовой стандартной квадратной механики и механики крышки не совпадают, а ниже нижней границы существенного спектра лежат точки точечного спектра, которые в этих механиках не совпадают. По цели рассматриваемой диссертации хватило исследовать это различие. Сама постановка задачи детально университет стандартной тестовой системы в рамках пантовой механики крышки весьма актуальна. Поскольку без честного исследования последнего старая собачиваяся к пантовой конструкции, которую нельзя сравнить с результатами на крупных экспериментах, лежащих в основе пантовой механики. В случае успеха такого сравнения мы получаем не просто альтернативную версию к пантовой механики, но версию естественного образования вписанных в код идеи классической стандартной механики. Вопрос о численном исследовании модели электронного атомного механики крышки относится именно к пантовой математическому моделированию, поскольку для ответа на него необходимо заработать методы вычисления операторов. Средственные исследования мы получаем декоративную стандартную модель электронного атома и адаптированные известные методы исследования, точечного и спектора, сработанные для множества дарных в кодerte метанами. Сследование более сложно вообще говоря о обселке дефисанциальных и не самостоятельных операторов. Характеристика решения инсульфрационной работы. Десертация состоит из введения введения в текло обучения в списке литературы, в текло обучениях нового и названия приложения. В обведении об основной актуальной степени, если это было на работе, я аргументирую научные исследования, показанно практическое, на чем справа научных результатов, представленное наносимое на защиту научных положений. Первые две главы, значит, в одно характере, требуются нарезать актуальные предшественники. В основании необходимости такого построения работы является тот факт, что в основном иначе с моделированием лежат теоретические подходы и предоставление отличное от широкой известки, поэтому требующие в управленном рассмотрении. В первом клаве рассматривается математическая модель Павл-Инхаймер Курышкина, которая отличается в общей клинике, квантовой механике и значительно сложнее Кобенгагенской модели. Здесь отмечено, что квантовая механика является вероятностью на механической модели квантовой официальной системы и таким образом завершает теоретические работы Павл-Инхаймер Курышкина по установлению правил соответствия классической квантовой физикой. А также реализует предложенную широкую программу объединения классической и квантовой механики в единую механическую модель. Во втором клаве указана связь между работами Павл-Инхаймер Курышкина, Лукевича и квантовой теории изменений Халева-Калстана. Депритация КМК как конкретной реализации квантовой теории изменений используется Дарьева в общем диссертации. Следующие две главы посвящены математическому написанию модели водородоподобного атома в рамках КМК. В третьей главе рассматривается операторное представление гамильтониана водородоподобного атома в общем диссертации рассматривается структура спектра оператора гамильтона, построенного в предыдущей главе. В следующих трех главах описаны численные методы исследования модели водородоподобного атома в рамках КМК. Основое исследование положено метод 30, который записывается относительно базистоштовых функций в качестве координата. В пятой главе рассматривается матрица оператора гамильтона, в шестой главе рассматривается гамильтона, валентного электрона, в атоме силаточного металла. Проводится сравнение с поломпирической моделью, использованной в ЛОК-АЭМ. В седьмой главе проводится верификация полученных ранних результатов. В ЛОК-АЭМ дисперсия напоминает увеличение А для системы, находящейся в состоянии, описанной в собственной функции оператора, а с крышкой равна нулю. Однако КМК представляет собой пример дистрибативной квантовой системы, как это и должно быть судьбой реализации квантовой теории измерения халявок Хелстона. Поэтому дисперсия теперь не равна нулю, и в восьмой главе рассматривается состояние с минимальной дисперсией. В девятой главе описана программа, использованная для проведения компьютерных экспериментов с водородов подобными атомами в рамках модели КМК. Программа написана в системе компьютерной аудитории МЭПа и отчислений в привод символ. В тексте диссертации описаны оригинальные алгоритмы, лежащие в основе этого комплекса программы. В заключении дан краткий отчет по решению задачи, переписленная в данной части. Достоверность и ненавизна результаты диссертации. Диссертации установлены, что реакциональная матрица квантовой измерения Кошкина и Дубкевича является частным случаем создателем матрица квантовой измерения халявок Хелстона. В отличие от общего случая она обладает конструктивными преимуществами. Установлено также, что измеренные наблюдаемые атомы квадро для атомов селочных металлов, комплинированные операторами гамильтонов, зародоподобного атома в квантовой механизме, отрицательных антезоформаций и сопротивления, и описываются все радиофенциальными операторами. Достоверность результатов впечатлений был предложен у налогой. Это подтверждает совпадение результатов впечатлений в средствовых примерах с результатами других атомов. На степени обоснованности научных положений выводы рекомендации сформулированы диссертацией и институтами. Диссертации содержат ряд региональных теорем, доказательства которых были своевременно опубликованы в реперированные журналы, что вполне подтверждает обоснованность результатов и в конкурсном моделировании используется широко интересная и современная система конкурсной алгограмматологии. Достоверность результатов впечатлений по предложенному алгоритму подтверждает совпадение результатов впечатлений в тестовых примерах с результатами других атомов. Научная ценность, приведенные в диссертации теоретические исследования и разработанные на основе этих исследований алгоритмический программный комплекс, позволяет включить в результаты модели квантового соберения и экспериментальные исследования атомной патриарной структуры. Топтическая значка. Приведенные в диссертации теоретические исследования и разработанные основы исследований программного комплекса, что позволяет включить результаты модели квантовых измерений, экспериментальные исследования, а в будущем, в связи с теми, можно оказываться полезными для развития технологии передачи квантовой информации. Подтверждение основных результатов измерений. Основные положения сертификационного исследования отражены в 34 участных работах из них 14. Публикации выполнены и в издании серверных в Скопусе 18 представленных в издании, в которые включены перечень в АКРДН. Автор рефериал диссертации «Правильный тестовер» достаточно полно отражает ее содержание и вопросы критических замечаний. Называться необходимости математического, в том числе, моделирование ГМК-подхода к тестовым задачам, организации физики, для того, чтобы приблизить этот подход к натуральному эксперименту, и практическими задачами не вызывает вопросов. Однако нам представляется не вполне достаточным представление в диссертации, представленное в диссертации об основании целесообразных со мной ГМК, в плане учета, объяснений экспериментальных факторов, в каком характере и порядке величины отражаемых, ожидаемых отличий от стандартной теории. Поскольку стандартная квантовая механика позволяет достичь высокой точности в описании спектра подорогоподобных систем, можно ожидать малых коррекций, вносимых уточненной теорией измерений. Но в предсезиозной спектроскопии акции на первый план выходит и интересный поправок тонкой цветочной структурой органы. Что отсутствует в рассмотренных генеров? Возникает вопрос о среднем сообразности, что принял поправок грубый теорий. В работе отмечать, что ГМК Гюдаймерик обычно становится учительский спец, псевдодифференциальный оператор. Однако его порядок и символ его нигде не указаны. Если, судя по выписанному в диссертации явно выражению оператора Ганельтона о том, как народа, то описание класса рассматривает оператора псевдодифференциальных и, возможно, не самосопряженных, представляется чрезвычайной широтой. В диссертациях реферации одержит ряд и опечаток и вполне отдачных оборотов речи. Глава диссертации на возрасте и двух лагерей в кухне. Указанные недостатки не снижают общие положительные впечатления и диссертационной работе оппонент осознает, что так-то разработать математическое металлирование алгоритма на программ было бы несправедливо требовать отвечать за всю физическую теорию, разработанную. До него хотелось лишь пожелать проведения более убедительной аргументации и ее пользу в фикс-диссертации. Более того, с точки зрения физики, в целесообразовании математического манипулирования и разработки системных алгоритмов для ОМК по дорогам к атомам как раз и состоит в создании реальных путей для введения не подабстрактных подходов и не методов практики натурального эксперимента. Диссертация с обзорами соответствует следующим десертам специальности на 5.12.17.1.2.3. Диссертация на работе решена задача численного исследования энергетических спектров талентных электронов водородоподобных атомов и ионов атомов щелочных металлов в рамках модели квадровых измерений Курскинов и Киевича. Полученные авторами результаты достоверные, основные выводы и заключения обоснованной. Диссертация Зорина на тему сильной для численной реализации модели квадровых измерений водородоподобных атомов полностью соответствует требованиям предъявления десяткатистных сысканий ученой степени доктора физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела два положения о присоединении ученой степени в федеральном государственном образовательном и высшем образовании Российского института и народа. Возвужденного ученым советом Минденера Покомната 19-123 км. 2019-го автор Александр Валерьевич Сойин заслуживает послуживание ученой степени доктора физико-математических наук от вас в ценностях 5.12.18 в федератическом отделении если не метод для комплекса программы. Большое спасибо, Анастасия Вячеславовна. Слово для ответа официального оппонента переставляемся и скажем. Спасибо большое. Я полностью согласен с замечаниями, высказанными оппонентом. В том, что касается литературной части, я уже об этом говорил, что да, действительно, наверное, можно было написать и лучше, и избавиться от всех опечаток, и сделать, может быть, более мятную структуру диссертации. Наверное, если дойдет дело до следующей диссертации, значит, мы, наверное, постараемся как-то вот роваться с этим вопросом. Что касается других вопросов, касающихся точности выписания спектра и прецизионных вычислений, я должен сказать, что мы не ставили просто перед собой такую задачу. У нас не было задачи добиться каких-то рекордных поправок, которые бы приблизились там до какой-то степени точности к экспериментальным результатам. Наверное, если, как указано оппонентам, мы учтем и релитеристские поправки, ну, учтем спин, ну, учтем еще какие-то вопросы, да, сделаем побольше матрицу, не 55 на 55, а 90 на 90, может быть, и побольше, вооружимся машинным временем, может быть, так сказать, и модель будем использовать не 5 функций, а, допустим, 14, ну, возможно, так сказать, там и встанет вопрос сплотной о точности, о прецизионности, взаимостей, но задача такая не ставилась, нам нужно было показать, что модель работает, верифицировать, убедиться в том, что она дает разумные, правильные результаты и может быть использована для дальнейшего развития. Ну, и, но замечание, я считаю, правильно, ну, просто вот, может быть, потому что мы не брали, что касается псевдодифференциальных операторов, ну, мне кажется, оппонент немножечко расстроен, что такой страшный псевдодифференциальный оператор, который появился изначали, вдруг по мгновению волшебной палочки превратился в набор элементарных функций, ну, что же делаешь, ну, да, вот выбрали такую модель, да, вот выбрали удачный базис, да, вот провели интегрирование и в результате получили достаточно простой вид этих операторов, но не стоит этим обольщаться, потому что вот сейчас мы учтем все поправки, вот сейчас мы учтем все взаимодействия, и может оказаться, что вот этот псевдодифференциальный характер этих операторов проявится очень и очень выпукло и ярко, поэтому, ну, что сделаешь, да, это не, это известный факт, что отдельные операторы могут быть выражены как в дифференциальной, так и в псевдодифференциальной форме, удивляться этому не стоит, да, отдельные псевдодифференциальные операторы, несмотря на кажущуюся сложность, могут превратиться в обычную оператору умножения на элементарную функцию. А так, замечание экстрагива, да, возможно, что все эти, так сказать, отмеченные, что сказать, прецедентом проблемы еще и проявятся, когда мы дойдем до более точных вычислений. Спасибо. Большое спасибо. Теперь мы переходим к дискуссии, есть ли желающие выступить в заслуженной диссертации. Ты, ты хочешь? Маш, у меня есть отвечание. Алло, меня слышно? Викторий, это вы просто... Это из космоса. Из космоса. Мне очень приятно было, Александр Валерьевич, слышать, именно как физика, как математика, а не только как глагуха. Так что, мои поздравления, действительно, с удачным докладом. Мне хотелось сделать замечание, касающееся роли Курышкина Василия Васильевича, потому что мне пришлось с ним плотно работать, как раз когда он создавал свою модель, свое направление. И, ну, Василий Васильевич Курышкин был удивительный человек, конечно, он с очень оригинальным мыслением. И он ко всему находил свой подход, оригинальный, непохожий на все, которые в этой области возникали. Ну и оказалось, что у него интерес был как раз к фундаментальным проблемам, в основном. Поэтому, когда возникли вспомогательные функции, вот эти фикаты, счетный набор этих функций, на самом деле их там два набора, один зависит от координат, другой от импульсов, то возник вопрос об интерпретации этих вещей. Ну и, значит, Василий Васильевич склонялся к тому, что это некие структуры, которые связаны с реальными квантовыми частицами протяженного характера. То есть он считал, что электроны, которые описываются в обычном уровне Шеллингер, как известно, на самом деле не точки, а некие структурные объекты. Он еще называл структурно-точечные объекты. Ну, это было отдельное направление уже после того, как он перешел к уточнениям своей модели, к описанию спиновых систем. Вот, но на самом деле оказалось, и вот, как сказал, Валерий в своей работе, собственно говоря, это подчеркнул, что эти функции могут быть связаны с измерениями, с приборами. Поэтому на самом деле здесь двоякая такая роль. С одной стороны, это структура самих объектов квантовых, а с другой стороны, это некая характеристика приборов, измеряющих приборов. И вот это обстоятельство, конечно, усложняет интерпретацию, усложняет вообще весь подход, который был в данном случае разработан. Но я надеюсь, что благодаря совместным усилиям физиков и математиков здесь удастся продвинуться в этом направлении. Так что я предлагаю поддержать кандидатуру Александра Валерьевича, присудить на степень доктора физматолога, но и пожелать ему успехов в этом направлении, в развитии, это в очень интересном направлении. Спасибо, Валерий Валерьевич. Я вижу Евгений Борисович подвину в руку. Евгений Борисович, пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Меня слышно? Да, да, хорошо. Александр Валерьевич нам представил здесь глубоко проработанный новый теоретически численный аппарат моделирования и исследования квантово-механических систем, в частности, позволяющий учесть влияние измерений для аналитического и численного исследования этих систем и выявлениях реальных квантовых свойств. В целом, представленные исследования могут составить основу для выявления и наблюдения и технологического использования новых квантовых эффектов, в том числе при создании новых материалов, измерительной вычислительной техники. Вообще, я считаю, что речь идет здесь о разработке нового направления исследования, нового научного направления квантово-механических систем. Такой обобщающей формулировки, результаты в автореферате нет. Но я считаю, что это должно найти отражение в заключении Совета. Но в заключении своего выступления считаю, что диссертация Александра Валерьевича Зурина безусловно достойна предсуждения докторской степени и призываю членов диссертизационного совета поддержать эту работу. У меня все. Большое спасибо, Кеймир Васильевич. Есть ли еще желающие выставить дискуссии? Вот, Савчин, поднял. Да, пожалуйста, Михаил. Уважаемые коллеги, сегодня неоднократно подчеркивалось, что Василий Васильевич Курышкин был очень талантливым человеком. В нашем диссертационном совете ряд людей, которые лично помнят его именно таковым. Возникает вопрос, а почему он не дотянулся до результата, которые были сегодня представлены? Ответ. Конечно, скоропостижная смерть. Действительно, второй вопрос. А вычислительная культура, которая была в 80-е годы, не позволяла столь быстро и успешно решать подобные задачи. Поэтому очень правильно сделал Александр Валерьевич, что представил свою работу по математическому моделированию. И те вычислительные комплексы, которые он называл, это тот конек, который позволил решать многие-многие задачи. Уровень полученных результатов, я надеюсь, члены учебного совета смогли осознать, понять. Поэтому призываю, дружно проголосовать за. Большое спасибо вам. Сергей, совсем коротко скажу. Я уже знаю, что мы пересиживаем. Тем не менее, такие замечания есть хорошие в адрес Александра Валерьевича. Первое замечание по поводу Василия Васильевича. Он ответил так. Ну, где же я еще донесу до общественности о том, что сделал Курышкин? Вообще говоря, известно. Это замечание в адрес научного консультанта. Вообще могли бы монографию написать, а не в рукописи, которые, как известно, не горят, сообщать, что сделал Василий Васильевич. Это первое замечание. И за вами должок, как говорится. Ну, есть и другие люди, которые могли бы нести вклад. Ну, сейчас речь идет о диссертанте. Второе замечание такое. Я заведующий кафедр, где работает Александр Валерьевич. Успешно работает. И пожелание такое. Надо становиться профессором. А профессором нельзя стать без учеников. Никак. Не станешь. Это процесс неформальный. Ну, и надо этим заниматься. Александр Валерьевич. А так он... Что меня? Я, конечно, далек от научного содержания. Но я больше всего в ученых уважаю желание понять и настойчивость. Да? Научил человек, который не вышел из научного процесса. Процесс непрерывен, как известно. Да? И дошел до докторской диссертации. Вызывая всяческое уважение. С моей точки зрения. Я буду поддерживать эту работу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Большое спасибо. Есть ли еще желающие выставить дискуссии? Если желающих нету, тогда соискателю предоставляется запчете на стол. Уважаемый член ученого совета, я признателен вам за то, что вы выслушали, за то, что вы сказали ваши замечания. Я постараюсь их учесть и использовать в дальнейшей работе. Я признателен своей семье, своим близким за то, что поддерживали меня. Поддерживали меня долгие эти годы, которые потребовали, в общем-то, определенной отдачи для того, чтобы все это завершить. Я признателен своим соавторам, часть из которых здесь присутствует, которые тоже помогали мне существенно в наших работах. Я признателен консультанту Леониду Антоновичу, который всегда был вдохновителем и организатором всех наших побед. Я признателен Третьякову Николаю Павловичу. Он ушел. Мы с ним учились в одной группе. Юрий Петрович, от постигали язык теоретической физики. Ну вот, и до сих пор работаем. До сих пор работаем, Юрий Петрович. Вот так сложилось, так случилось. Работаем в разных организациях, а вот в статьях встречаемся вместе. Ну и, конечно же, я признателен человеку, который взял меня за руку и привел в науку, моему учителю Курышкину Василию Васильевичу, наверное, с которого все это началось. Спасибо. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избавить счетную комиссию в следующем составе. Председатель Малых Михаил Дмитриевич, Гайда Материева Васильевна и Сергеевич Винницкий. Слышит ли он? Слышит, да. И Сергей Винницкий. Значит, если нет возражений, то мы должны проголосовать открытым голосованием. Зачитает Анастасия Ильич Славовна о всех по очереди, и каждый или поднимет руку, или скажет что-нибудь да. Пожалуйста. Слава Анастасия Ильич Славовна. Слава Анастасия Ильич Славовна. Слава Анастасия Ильич. Константин Евгеньевич. Сергей Сергеевич. Да. Я за. Александр Николаевич. Сергей Ильич. Да, но я дистанционный, я не знаю, как это делать. Да, Сергей Ильич, все нормально. за губушка можно дальше двигаться значит принимать единогласно объявляется перерыв для проведения тайно голосования но я думаю примерно 5 минут нам будет достаточно у всех пришла ссылка на корпоративную почту пожалуйста прошу проголосовать а а Спасибо. 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 Пожалуйста, звук включите. Михаил Владимирович, 프�рат faitлич àurate. Прошло заявление голосования. Явка составила 100%. Проголосовали 13 и 13 присутствующих. За высказалось 13. Прошу добавить 13. Спасибо. Тоже утверждение протокола счетной комиссии. Прошу голосовать. Опять же у нас открытое голосование. Прошу. Прошу. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Евгений Юрьевич. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотре инсультации. Правильное заключение о всем члену Совета был разослан. Есть ли какие-то дополнения или изменения? Нет. Нет. Если дополнений и изменений нету, тогда прошу голосовать опять же открытым способом. Кто за принятие текста заключения? Прошу голосовать. Евгений Татонович. За. Евгений Евгеньевич. Евгений Сергеевич. За. Евгений Александрович. Сергей Ильич. За. Евгений Васильевна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. Да. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Владимир Михайлович. За. Евгений Юрьевич. Да. Таким образом, диссертационный совет установил заключение принимать синегласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, представленная Зорином Александром Валевичем, является научно-коллекционной работой, в которой содержатся решения. Построение научных проблем, развитие методов исследования энергетических спектров, валентных электронных водородоподобных атомов и ионов, атомов щелочных металлов в рамках модели плантовых измерений Курышкина-Вуткевича и их реализации в виде комплекса программы. Работа отвечает всем требованиям и диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18, математическое моделирование численных методов и комплекса программ согласно пункту 2.1.раздела 2. Положение присуждения ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым Советом ОДН, протокол номер 12, а 23.09.2019. На основании тайного голосования Зорина Александра Валерьевича присуждается ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18, математическое моделирование численных методов и комплекса программ. Есть ли у присутствующих замечания в проведении заседания? Нет. Если замечаний нет, то разрешите поздравить Александра Валерьевича с успешной защитой диссертации. В повестке дня текущие заседания исчерпнули. Спасибо. Спасибо. Отдыхайте, Александр Валерьевич. Идите, отдыхайте пока. Это еще два заседания на сегодня о принятии в защите. Идите, отдыхайте. Так, все. Значит, итак, у нас по принятию Так, добрый день, глубоко уважаемые члены дистанционного совета. Сегодня мы опять же работаем в очно-звочном формате. Прошла регистрация. Присутствует утверждена стадии дистанционного совета ПДС 0200001. 15 человек. Присутствует 13 человек. В том числе 7 докторов по профилю рассматривания диссертации. На заседании присутствуют члены, следующие члены дистанционного совета. Зачитайте, пожалуйста, список и присутствующие члены. Пожалуйста, руку поднимите или скажите «да». Леонид Антонович у нас в очно-звочном присутствует. Здесь. Дмитрий Сергеевич. Сергей Ильич за очно. Юрия Васильевна за очно. Здесь. Евгений Борисов за очно. Михаил Дмитриевич за очно. Юрий Николаевич за очно присутствует. Юрий Петрович за очно. Владимир Николаевич за очно. И Евгений Юрьевич за очно присутствует. Спасибо. Таким образом, корум есть. Разрешите открыть заседание. На прошлом заседании Сирсонного совета была принята к рассмотрению диссертация Семеновой Ольги Валерьевны на тему методы и алгоритма анализа моделей массового обслуживания с полингом, ненадежными обслуживающими приборами и коррелированными потоками. На соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. И была сформирована экспертная комиссия в составе. Председатель. Малый Михаил Дмитриевич, доктор физмат-наук, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского института рыбы народа. Члены комиссии. Дружиняна Ольга Валентиновна, доктор физико-математических наук, профессор главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра информатики и управления Российской академии наук. Рыбаков Илья Петрович, доктор физико-математических наук, профессор Института физических исследований и технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского института дружбы народа. Слово для оглашения спектного заключения предоставляет Емидову Анастасию Вячеславову. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Математическое моделирование численных методов и крупных программ и принятие их защиты. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Кто за то, что вы назначите официальными оппонентами? Доктор физико-математических наук, профессор Акафеля препятствий математики и компьютерного моделирования Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Рыкова Владимира Васильевича. Доктор физико-математических наук, доцент, заведующий отделом Федерального исследовательского центра Института прикладной математики имени Келдыш, РАМ, заведующий урок кафедры информационных технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов, Орлова Юрия Николаевича. Доктор физико-математических наук, профессора ведущего научного сотрудника лаборатории математической кибернетики Института прикладных математических исследований Карельского научного центра Российской академии наук Морозова Евсея Викторовича. Доктор физико-математических наук, профессора кафедры теории вероятности и математической статистики Национального исследовательского Томского государственного университета Моисеева Светлана Петровна. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 150 экземпляров, утвердить дополнительный список рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 24 июня 2022 года? Прошу голосовать. Нет, нет. Всем спасибо. Заседание закрыто. И последнее заседание по принятию защиты. Добрый день. Опять же, мы в очно-заочном формате. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС 0200001. 15 человек. Присутствует 13 человек. Это у нас 17. Из них 6 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. На заседании присутствуют следующие члены диссерсовета. Просто перечисните, пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Леонидовна Павловича присутствует заочно. Константин Евгеньевич очно. Дмитрий Сергеевич Кулябов очно. Демидова очно. Александр Николаевич Поколёвов заочно. Миницкий Сергей Евгеньевич заочно. Юра Васильева Домахова заочно. Евгений Борисович Сланеев заочно. Михаил Дмитриевич Малых очно присутствует. Второй Юрий Николаевич присутствует заочно. Рыбаков Юрий Петрович присутствует очно. Ставчик Владимир Михайлович присутствует заочно. Четин Евгений Юрьевич присутствует заочно. Спасибо. Таким образом, Клорум есть разрешите открыть заседание. На прошлом заседании диссертационного совета было принято к осмотрению диссертации Царева Алексея Сергеевича на тему построения и анализ моделей для расчета показателей качества обслуживания трафика, индустриального интернета вещей на соискание учетной степени кандидата физико-математистских наук по специальности 05.13.17. Теоретические основы информатики. И была сформированная экспертная комиссия в составе. Председатель Орлов Юрий Николаевич, доктор физико-математистских наук, доцент, заведующий кафе информационных технологий, федерально-государственно-автономно-образовательное учреждение высшего образования, российский униссет дружбы народа. Член комиссии Лани Евгений Борисович, доктор физико-математистских наук, профессор, профессор математического института имени Непольского факультета физико-математических и естественных наук, федерально-государственного автономно-образовательного учреждения высшего образования, российский униссет дружбы народа. Чикини Евгений Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор департамента математики и финансового университета, правительство Российской Федерации. Слово для влашения экспертного заключения предоставляется Ситой Далёй Диссертационного Совета Демидовиновой Анастасии Вячеславовны. И экспертная комиссия 16-30 марта 2022 года, экспертная комиссия, поанализировала 10-10 факторов, реферат, лекарств и искать, и пришла к следующему заключению. Ситой Диссертационные исследования соответствуют факту номер 5.13. У нас теоретически основа информатики, а именно пункт 1, пункт 1.15 и пункт 1.16. В соответствии с содержанием сертифакционной работы с специальностью номер 5.13.17, в которой нам представлено в защите, подтверждается об работе ее научной и нередной практической поэтки. Диссертационный Царев Алексей Сергеевич представляет собой законченное самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача построения в рядностных моделей в виде цепей марковых и многолинейных смог с резервированием порогового управления, для анализа расчета характеристик обслуживания трафика индустриального интернета вещей, имеющих важное научное значение. Теоретическая значимость и научное навязание диссертации состоит в том, что полученный результат могут быть использованы с контактами коммуникационных услуг для промышленных компаний при планировании гиберфизических систем, функционирующих согласно парадигме индустриального интернета вещей для изучения требований уровня качества обслуживания. Научные навязания исследований, представленные в диссертационной работе, выключаются педжи. Разработана математическая модель ратурализированной ядрой сети, поддерживающей присутствие реизонтального штабирования ресурсов, в отличие от известных моделей, включая низких порогов для организации управления подключением обслуживающих преподов. В отличие является также мультипликативный вид стационарного распределения, числа заявок, протоколом стационального доступа к сети индустриального интернета вещей, описанной моделью цепи маркового, отличающей от известных моделей, детальным пространством в состоянии полученные аналитические порогов для исследований вероятенств, характеристик моделей при помощи полумаркового процессора, разработанной инновационной модели, протоколом стационального доступа для анализа адекватности аналитической модели. Разработанные математические модели могут быть применены при расчете вероятностных характеристик, соответствующих показателям эффективности обслуживания трафика в приложении индустриального интернета вещей. Основные результаты, полученные в научной работе, использованные в сооружении международных исследований, а также в исследовании по образованию группы. Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования обладают в девяти работах. Одна в публикации, в изданиях сперечной ВАК РД, три в изданиях в опуссаймскопус, четыре тезиса доклада, две программы ЛМ. Автор реферальная диссертация доклада отражает содержание исследований и четко формулирует его основные положения в группе. В соответствии с профилем выполненного институционного исследования рекомендуется следующий официальный оппонент. Степанов Сергей Николаев, доктор технических наук, профессор заведующих капитал в сети связи систем коммутации Московского технического университета связи информатики. Моисеева Светлана Петровна, доктор физико-математических наук, профессор, профессор капитал в теории вероятностей, математических и статистики Домского государственного университета и Семена Вольга Валерьевна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, Фиберальный государственный бюджетный учреждений науки и нескольких проблем управления имени Трапезникова, РАН. Обоснованность выбора оппонентов подтверждается их область их научных интересов, а также наличие публикаций по тематике диссертационного исследования. В целом можно заключить, что рассматриваемая диссертационная работа Сэрова Алексея Сергеевича на тему построения анализа моделей для вообще показателя качества обслуживания трафика индустриального интернета вещей соответствует профилю диссертационного совета ПТС Моглистин-0.1, что позволяет применять ее в защиту. Спасибо. Кто за то, чтобы считать диссертацию, Сэрова Алексея Сергеевича, соответствующий профилю диссертационного совета ПТС 0200-001, по специальности 05-13-17, теоретические основы информатики и принятие в защите, прошу голосовать. Пожалуйста. Леонид Анатольевич.